так сейчас уберем немножко звуки звуки покера у меня сегодня стало и теперь такие будут не сегодня теперь м тут надо сейчас я покажу тебе звуки 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 Продолжение следует... 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 окей ну-ка сейчас мы попробуем написать чат чат так все да ну везде вроде пишется так сейчас мы давайте проверим на ю-тубе еще на ю-тубе так все у меня тут hands up зашел ко мне кто-то на ю-тубе что мы не запустились или запустились идем на ю-тубе тоже идем и каю и каю так ну и все отлично везде короче мы идем только сейчас единственное мы стартанем стрима так ну чё ты дружище о ну вот на стол нас посадили уже зато хоть хоть какая-то радость парня у нас есть стол в общем парня сегодня у меня да что ж такое я никак не могу здесь все сделать доделать сегодня у меня последний день по пакету я играю все сейчас всем слышно я надеюсь уже всем слышно сегодня последний день по пакету и не страшно перед только это и я начинаю от себя катать и будем мы с вами делать различные грязные делишки когда будем от себя катать да пацаны будем счетчик таймер обнулил да обнулил обнулил все я все парня все увидел вот вот представьте как вот как вот так вот как вот так работает да берут и тупят люди которые не должны тупить уж из-за сраных роллов мне так испортить настроение давайте сейчас хотя бы нам здесь сет положат да и мы сейчас ролл это сразу должны отбить вот в этой раздаче сейчас давайте отобьем сейчас здесь хотя бы если мы отобьем заказ что за говна 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 сидит здесь просто просто выиграл у меня 100 рублей убежал надо быть таким вот петухом пацаны на 25 50 зашел выиграл два блайнда и убежал но чё пацаны давайте попробуем у нас же две десятки есть конечно тут всякие петушня будет тянуть сейчас все вот очень важный вопрос решал да я решал приступно важный вопрос я говорю бабки сняли с меня а вот пошло вот парни вот давайте сейчас теперь осталось нам только понять себе будет ли он выкидывать да или он свой сет здесь не выкинет ну давайте мы блин но дерьмо конечно дерьмовая ситуация он сейчас понимаете дрова какие-то не выкинет уже здесь он с ними попрется мы не подрасчитал я количество своего стека еще и здесь видите как я короче сейчас ставлю например ему четыре с половиной да он калирует с двумя парами листом а а ну два выкинем и дальше его и его две тысячи доставить на ривере даже с сетом он будет доставлять вот так все сейчас мы пойдем в себя одного стола еще не хватает очень важный вопрос решал просто невероятно важный вопрос так 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 все ну правда парни да это напрягает ты оплатил онлайн дать с барс карты бабки сняли с тебя тебе никто не звонит и звонишь сам они говорят у нас нет вашего заказа ты думаешь блять да вы чё совсем что-ли попутали и потом когда у меня стрим начался жена подходит и говорит они просят чтоб ты вспомнил заказ я начинал вспоминать заказ чтобы именно на ту же сумму получился бля короче надо мне как-то успокоиться сейчас и как я вам сказал я роллы наши не отбились той раздачи еще вот в чем проблема так ну что тут блять творит этот ну что там но но у меня туз у меня король но у меня такая то вот до против коротких понятное дело мы здесь по и поедем ушатаем ему тузов сейчас вот блять даже сукок не могли тут его отдать дать до переехать до конца ой блять блин все так ладно все поехали тоже короткий блять но можно было выкинуть конечно понятное дело там тузы просто у меня еще туз руке подставной что типа ну может не тузы может короткий может не адекват может каким-нибудь говном пошел картинку вас нормально показывает скажите пожалуйста я потому что у меня вот я вижу подглючивает что то все но твич не не совсем хорошо то есть на твичем она зависает картинка вот вы мне скажите ребята у вас не зависает ничё вроде там я что-то говорю так все у нас вот два стола на сегодня покатаем два стола таких может быть нас все-таки посадят еще за столы пониже когда нибудь блять они додумаются посадить нас сядем короче на такие на меленькие еще столы пооткрываем можете у меня мне кажется не джекпот должен выпустить мне пацаны сегодня стопудовый джекпот будет матный стрим начался ну блин потому что весь настрой мне сбили чувствую придется мне энергетик пить для поднятия настроения не хотел пить уже никакие энергетики потому что от них я их удел но они чувства голода сбивают полностью вот и я ну уж не хотел так все ну че попытка номер три у нас попытка номер три а ну здесь давайте сначала здесь разберемся с этим ну у спасибо ну чё вот опять тут у нас здесь нам так еще до положили относительно но здесь что будем делать но красивая очень рука да давайте красивая конечно у нас пара в руке и у этого говнаря опять тузы тут мы выиграли продолжено поставили сейчас если здесь сейчас не выграем значит все не будем на рандомных руках заходить здесь у нас девять восемь валет мы сейчас здесь бля парни ну чё у них тузы у этого тузы у я неплохо против тузов здесь стою да давайте сразу выигрываем большой банк бля ну вы уроды ну вы уроды блять ну ты то сука гляньте вот когда бля парня он когда блять с коротким стеком когда он с коротким стеком этот ущерб у него тузы когда у него блять большой стек он пихает алыну без тузов а просто туз король ну чё за херня блять просто но должны были быть да там какая разница ну разница какая блять сразу спарилась стройка и нам не могли даже флеш не докрутить вот блять еще у них оказались карты ладно все парень короче нам сегодня не это все в жопу в жопу все эти видите как вот меня взбесили блять я сука 20000 уже проиграл пиздец блять из этой хуйни ладно все вот у меня сейчас даже дети я матом ругаюсь да вот видите а я сейчас уже начал беситься и уже сложно а пока это ясно я бы это ты ясно я понял все парни я выругался этот прям знаете это опять знак пацаны это знак это знак вот блять у вас не не пошло что-то вот грёбаные роллы не заказались как обычно и них и это значит не хер вообще что-то сегодня пытаться делать вот поэтому все стрим заканчиваем всем пока это я шучу так конечно мы как мужики будем мы не отступим так просто вот но сейчас мне нужно как-то блять я забыл одну вещь парни сделать сейчас мы сделаем одну вещь вот она и не прет надо же депозит просто сделать было а то я кэш аут сделал видите какая какой не фарт фух пацаны ну честно вам скажу честно вам скажу я не пойму как я сколько здесь 18 тысяч проиграл в минус 18 тысяч у нас час минус 17 ладно все я вздохнул хорошо я вздохнул я успокоился мы сейчас музычку включим с вами и все будет у нас классно давайте такое начало конечно забористое все все парни аж ухо зачесалось так все все тащим теперь но мы фору дали да давайте так считать мы дали фору этим пацанам всем мы им дали фору всего лишь 18000 рублей дали фору так фору дали теперь а то че мы с нуля начинаем да с минуса надо начинать чтоб так будет более круто сурово так здесь сделали здесь сделали до суши надоел все я суши потом буду есть после стрима все парни я готов я готов разрывать этот у меня приступ приступ бешенства но но не знаю вас бывает такое или нет когда вот вы чем-то заняты и вам будут докапываются до вас со всякой херни вы которую там не по вашей вине а вам надо тут делать что-то меня это короче сейчас взбесило сильно прошу у всех прощение тут еще и я матом ругался громко тут дети в соседней комнате все слышали но я не мог ничего парня поделать с собой у меня тестостерон разыгрался у нас от 2 стала появились мы сейчас их тут новострим так зайдем два стала появились мы сейчас их подделаем подделаем так ну вот смотрите у нас сейчас будет этот на столбок сейчас проверим на день на день ну что сказать ну что сказать здесь валет есть типа у нас мы можем здесь попробовать ему валет король рисануть да да он скорее всего обосрался и не думаю что мы здесь его старше стус валет например стус валет может быть и старше не знаю сейчас пока еще не могу полностью собраться с мыслями все так давайте проверим у нас все столы вот смотрите как вот этот здесь что нам надо куда пододвинуть сюда вот чуть-чуть да так и три и четвертый стол ну четвертый стол чуть-чуть сюда так все все начали унижаем парня унижаем всех ох резак привет 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 всем хоть видите только один поздоровался со мной человек а я вот со всеми поздоровался так я не какой-то давайте сразу хэф ту бету покажем кто здесь но он я думаю так должен знать кто здесь главный видите выкинул даже опенсы поехали у нас две пары побьеда парни побьеда это была побьеда так мистер фриз что это за хрен у нас такой с горы да мистер фриз хэдзап к нам зашел мистер фриз так мы здесь затребетили ну доска такая знаете как для него подходит неплохо мы здесь сейчас сейчас я придумаю как сыграем ну раз он чекнул на такой доске парни значит изобразим кого то мы хотели чек рейзить и поставим много на терне мы то хотели чек рейзить якобы теперь уже приходится такое показывать флеш дро так то надо сбрасывать вот видите флеш дро сбрасывать надо а это же наш зритель там сидит катает вон че вон оно че михалыч так здесь мы давайте сейчас настроим стол этот че он тут короче вот он у нас да а ну да с этим с каким то мистером фризом я не знаю я видел его на столах но мне даже никак не помечен я не помню как он играет хорошо или плохо ли вот поэтому мы сейчас будем так у меня хоть сет тузов здесь да все пацаны я сейчас немножко попрыгаю ладно чтобы успокоиться я вот так вот попрыгаю чуть-чуть прям потерпите нам сегодня последний день по пакету мы сегодня должны откатать как боги пакет я в плюс вывел этот несмотря на то что в первый же день я мне натрескали на 50-100 в первый же день когда я пошел вот по пакету представляете стартуешь пакет да и тебе там ну там половину транши переводят там грубо говоря от 150 тысяч вот и ты в первый день берешь и ну я первый пакет закончил там на 10 до 15-30 у меня первый пакет был второй пакет был у меня до 25-50 это все включительно да и такой я по дерзкому говорю бэкерам так я готов рвать на 50-100 давайте мне серьезный уже пакет они говорят ну давай попробуем но с недоверием таким относились знаете и я в первый же день мне минус 80 штук делаю ну и представьте да и они начинают дружище давай-ка ты вместо второго транша мы тебе сейчас ты пониже лимит и поиграешь туда-сюда типа им показалось что ну я не это не тяну этот лимит вот и и мне как конечно это так тоже как-то неприятно думаю ну меня там на переезжали просто вот и в итоге до нуля я выводил пакет этот 80 штук я отбивал на лимитах до 25-50 а потом ну чё это такое он тут нам показывает пацаны я не пойму чё нам показывать ну конечно сет неприятно но у нас две пары сет королей сет четверок у него здесь остается но нету ну вот теперь конечно беда беда ну король 9 мы не бьем уже да вот ну может быть ой братан мистер фриз ты красавчик красавчик просто вот и и только потом я у меня пакет уже по времени заканчивался я попросил на неделю продлить пакет мне чтобы я говорю хоть и она по-нормальному на 50-100 поиграю и вот я там в плюс 50 уже тысяч вывел его уже на 50-100 вот и вот сегодня я в ночь буду последнюю ночь играть вот поэтому такие дела парня и потом я буду что хочу то верчу вот ух вот такую вам трогательную историю рассказал кстати 6 2 6 9 валет на чё там не придумываешь братан о на другом столе шатанул я не знаю это это ну поиграем чё да просто просто ммм короче я один стол уберу вот так мы сделаем сейчас хитро и все и будем чтоб вы видели все длинные столы все короткие столы вот у меня просто один стол там в запасе так все ага так как музыка как голос слышно все напишите в чате пожалуйста мне слышно все вам если все слышно то отлично пух все так надо теперь без поза не хочу еще и флэш туз король да знаете же чем плохо флэш туз король когда у вас мастевая туз король вот как здесь да то что если вы флэш наловите то максимальный флэш у кого-то возможно будет только до дамы а это 3 флэш у вас не будет флэш будет считаться да и и вам с третьим флэшом редко будут оплачивать то есть в идеале заходить с одномастным тузом если то там чтоб вторая карта была не король а как и можно ниже вот тогда ну типа там туз туз 10 туз 8 туз 9 да тогда валет возможно будут флэши у кого-то другого до валет до дамы до короля вот и с ними они вам будут там плачу да ну главное в идеале чтоб до короля был чтобы не туз король в идеале ну как бы не водя оптимально ну чё мистер фриз здесь что-то нам 3 бетит нас давайте ему 4 бет дадим у нас есть блокер на тузов и короли да и самое что приятное у нас он нас не 4 бетил значит у него нету по идее у него не должно быть цвета тузов но тут у него какой-нибудь флэш дроя наверное да вот да флэш дроя и конечно же говнарю сразу закрывают флэш ну а чё изи гейм да пацаны мы 4 бетили якобы у нас тузы понимаете да вот мы 4 бетили якобы у нас тузы должны быть на флопе туз и он на этом флопе даже у него не было стрит дро вот даже блять ну парни ну не было даже у него стрит дро не гадшота просто на на голом флэш дро тип поперся против як против скорее всего против сета он пошел флэш дро тянуть до валета пацаны скажите лингва латино спасибо спасибо привет ну это вот я вот только так могу его пометить ну все пацан пацан сам сыграл ну как пацаны ну как ну это чё это как ну это вообще нормально вот он сейчас сыграл скажите вот вы представьте да парни вот представьте вот вот вас 4 бетят да вас 4 бетят мало того чтобы под 4 бет заходите как как геи с с парой валетов с парой в руке вы заходите да с парой в руке вы заходите это уже нельзя под 4 бет заходить с парой в руке Вот, так потом еще на флэпе падает туз, когда и оппонент банк ставит на флэш-дро флэпе, падает туз и оппонент ставит банк Вот скажите, надо там тянуть флэш-дро? Нет, парни, не надо, потому что когда у вас против сита у вас 25 примерно процентов с флэш-дро А против просто каких-то стритов 30 там с плюсом процентов, понимаете? Потому что некоторые ауты спаренные будут и флэш, который вам они закроют, они мне флл хаус дадут, понимаете? Поэтому процентов меньше И вообще смысла нету, когда ты понимаешь, что там против сита, но почему этот тип так сыграл, я не знаю Ну как, я знаю, он любитель, судя по всему Вот, ладно, давайте сейчас мы быстренько здесь, у нас вообще какой-то огонь нам раздают, да? Вот, ну и здесь тоже Тут выкинул пацан, а тут мы будем продолжать ставить в него, раз он такой любитель Ой, так, ух, все Что-то все в чатике у нас на этом притихли Все, голос и музыка норм, ну все, парни Тогда Тогда начинаем карать Ну, вы видели эту раздачу, пацаны? Ну, вы сейчас увидите Сейчас у меня от нее опять Ну, ну такое, в принципе, не надо беситься Ну, пацан играть не умеет, ну че, че поделаешь? Ну, не умеет играть пацан Ну, ну я должен радоваться, что пацан, который не умеет играть, сел со мной играть, да? И все, я должен радоваться Ну вот, поэтому Ну вот сейчас он здесь, конечно, тоже Жесть Положили, да? Вот Просто, чувак, ну ты серьезно? Парни Ладно, у него там еще сет был Он мне прям нравится Мне он нравится Реально нравится Ох, такой стрём, парни Такой стрём сейчас Вот я вот Я вот Хороший игрок Поэтому я вот Ну, проколил разочек, да, здесь Ну, это же еще И Заходит туз И он ставит полбанка Ну, понятное дело Там он трибетил, да? Ну, там огромная вероятность, что там у него фулхаус на тузах И мне Флэш свой тянуть Мне даже дама здесь может Аутом не быть, да? Вот Да В Сандэ я Вообще На финалку я вышел, блин Чуть ли не чип-лидером Вчера в Сандэ Ченсе А на финалке Ну Туз Валет против Туз Три проиграл Нам Туза положили Ривером А у Типа еще тройка была там Ну Короче, он попал в тройку, да? И Пассивно ее разыгрывал Ну, так как это была самая низкая Пара А потом Туза положили нам общую И он поставил, я вколил И Короче, ему две пары получилось Туз Три против Туз Валет моих Вот такая вот Ну, давайте попробуем забрать Так, у нас так аутов нет никаких Ну, пацан не выкинул Ну, короли, конечно, тут не выкинешь Вот И я пятое место занял Мне дали 611 долларов Что-то такое вчера Вот И это Да, так я там прям шел Топ-1 долго довольно-таки Ну, все там Складывалось очень хорошо Вот Прям Ну, потом на финалке Я говорю Потом еще какая-то раздача Тоже Где Чувак просто тянул Тянул, 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 тянул И натянул этот Стрит Я там ставил Тоже у него все улицы Он просто на Ну, на двусторонке Хотел сказать вам Че здесь Как вы считаете Сразу пиханем Ну, давайте сразу У нас все-таки тузы К королю, да Вот И это Короче А давайте здесь глянем Пока раздачку А, ну здесь Коротыш, да Мы видим здесь Коротыш Коротыш Ну, коротыша нормально Че мы сейчас Затрибетим И Он сейчас Как бы с коротышом Уже мы Выставляемся СПР у нас Равен одному Здесь Вот Поэтому Изи гейм Парни Еще и троечку Нам хорошо Спарили Чтобы мы Вторая пара Не заехала Да Видите как Все Удачненько Фух Так Ну, а этот Че нам здесь Окей Прочекаем Чек Сделали мы Чек Тек Ну и Два дро Нам тут сообщают Два дро Говорят Ну, какие два дро У нас тут тоже дро Ну, тут Любая черва Нас губит Пацаны Не будем Мы тут Ничего тянуть Целых два Я не пойму Все спалили меня Что ли Что я сел За анонимные столы Хорош Пацаны Не палите Не оформляйте Да В санды В санды Было круто Вчера Прям я Мочил Ну, там Пацаны Конечно, тоже Если честно Отдавались Блин Я вот говорю Про поляну Да Говорю про поляну Сладкую Здесь в Амахе Но Поверьте В турнирах Поляна Блин Тоже Огонь Риги Там Такую хрень Творили Просто Продолженную Калируют На гатшоте Пацан Ну, просто Ну, а что ему Конечно, лучше 22 Сэм Конечно, лучше Рука 10 валет Дам И король Чем 10 валет Валет Дам Да Лучше Под 4 бет Лучше заходить 10 валет Дам И король Потому что Пара в руке Она урезает Сейчас скажу Как-то Сильно урезает Тебе ауты На 2 пары с флопа Пара в руке Когда у тебя Понимаешь А когда у тебя 4 разные карты То повышаются Намного шансы Поймать 2 пары с флопа И прихлопнуть тузов Или стрит дро И так далее Короче Поэтому Под 4 бет Надо заходить С рукой Ну, 4 бет Это в основном Без Ну На 90 98% рук 4 бетят Здесь мы Закалировали терный И сейчас будем ему Здесь Короче 98% 4 бет Рук Это тузы И поэтому Вы должны Заходить Под 4 бет С наилучшими Руками Против тузов А наилучшие руки Это как раз Редок просто Или двухмастный И так далее Но никак не пара в руке Можно зайти еще Это когда 2 пары Но когда 1 пара И так Карта Это плохая рука Считается Вот Ну Поэтому Рука здесь лучше чем Да Вот Рамз Розарис Да Сказал тоже Подтвердил мои слова Рамз Рамз Розарис Рамз Розарис Рамз Розарис Да Вот Прочитал я все-таки твой ник Так вот Да Поэтому парни Какой банкролл БР Менеджмент Минимальный Ну парни Вообще Я вот всем советую На покер доме Ну 50 баинов Чтобы было на покер доме Ну опять же Если вы Шарите Да Если вы шарите То Ну 50 баинов Вам хватит Да при чем тут фулл хаус Тут расчет фулл хаус Это вообще Тут расчет на 2 пары Вот Расчет что 2 пары Мы поймаем против тузов В основном Или стрит дро хорошее Или 2 пары Плюс стрит дро Блин Интересная раздача У нас здесь сейчас Да пацаны Можно попробовать Чек рейзнуть тут У нас блокеры на стрит И Да Будем чек рейзить Ну конечно Я не знаю Поверят они Ну давайте попробуем Попробуем Будет подстава Конечно Если там У него окажется Бля Начали Начали тянуть Да И опять у нас стэк маленький Чтоб нам сейчас на терне Уже по идее пихать А ну нам здесь Облегчили задачу Там Видите какие замазочки Вот нам раздают Вот так Ой-ой-ой Там да Там Ну видали как Вообще жесть Да Надо вот этого пацана Интересно Как он на чем Вот смотрите На чем пошел Просто флэш дро Просто флэш дро А гатшот еще у него был И совпадение Ну там совпадение Понятно Дело бы он против Стрита шел То есть если Со своим гатшотом Значит он либо делил бы там Либо Ну смотрите да У вас Гатшот и флэш дро Вцг профит Красавчик Ты теперь в нашей бригаде Так держать Короче смотрите У него было забавно Да Он на стритовой доске Где такой экшен Он говорит Так у меня здесь Флэш дро Против стрита И гатшот Гатшот это мы делим Значит А Флэш дро Я выигрываю И с флэш дро У него 35% Но это неправильно Парня было Он неправильно сыграл Я вам Честно сказать хочу Вот Так Сколько мужчин Тебе уже удалось Отдалось Это у меня Левиоса Когда нарезки делала Он говорит Блин Ты там фразочки Такие говоришь Там Я там сказал фразу Ну как он типа В хедзапе Я ушатал И Говорю Не ну он тут Как мужик Говорю сыграл Конечно Ну видать Он там знаете Заколировал Как-то И я говорю Как легко Нам отдаются Мужики на покер доме Левиоса Говорит Блин Это Ну мистер Не ну надо быть Таким парни Это вообще законно Так играть Просто Вот Выиграл В той раздаче Флэшом у меня Да Боин И ушел Парни Ну это полная грязь Вот это тоже из себя выводят Если честно Вот эти хит энд раны Да Ну Серьезно из себя выводят Меня Ну давай здесь нам фул положи Ну че Не положат нам фул Стрит положили Но какой стрит Какой ценой нам Ну пацан Блин дает нам Здесь всякие шансы Ой Ну запихаем Сами ему Да И пусть он там Давай Чек Чек Чекать здесь я не хотел Он бы прочекать след Мог просто и все А так может не выкинул бы Чего он там С чем он там ставил Не знаю Вот Короче 50 байнов Я считаю Для покер дома Пойдет Ну меньше я вам не советую Парни У меня просадки во время одной сессии Бывают По 10-15 байнов Вот Поэтому Такая амаха Вот Так Че у нас здесь Про банкрол менеджмент Ответил я про Вроде пока на все вопросы Да ответил Да Это Так парни Я вот после вчерашнего турнира Прям знаете Захотел Уже это Захотел Прям быстрее Джекупы Чтоб начались Ну Че то я как то Прям вчера Почувствовал силушку Богатырскую В этом В МТТ Ну Я и до этого то ее Чувствовал силушку Вот У меня на всех Румах Были плюсовые По МТТ Аккаунты Плюсовые Вот Ну Так Че то Никак у нас не сложится Никак у нас не сложится Вот за этим столом Надо здесь поправить дела Здесь Явно есть Несколько любителей Вот Поэтому Нам сейчас осталось Просто дождаться Когда мы хлопнем Вчера разговаривал с обезьяной Сегодня под утро Ну Никто не знает Из вас кто знает Обезьяна У него ник Он хорошо играет Я считаю Вот Так он Шарит И он Говорит Ну Мне все время Говорит У меня Говорит Авария Там-то Ну типа Его там Загубили на каком-то И он говорит Вчера пишет Резак У меня Авария На 100-200 Произошла Ну Лимит 100-200 Я говорю Ну нифига себе Ты у нас Мажор какой Ну Я понял Рэнди Зерк Но Я-то Алын Не пошел Там Я Рэнди Зерк Я понял Да Типа Ему по шансам В тревой поте 35% Своей тянуть Вот Ты к этому Клонишь Да Клонишь Или клонишь Ну Но Смотри Там же Я не пиханул Алын Ну я просто Зарейзил Но в Алын То я не пошел Я считаю Что Ему по шансам было Если бы Тот Алын Я Алын И ему Доставиться С этими 30% На флешдро Понимаешь Вот так А То что Я соскочил С С крючка И уже Шансы банка Ему урезались Из-за этого Уже ему Надо было там Наверное Процентов 40% Может быть С лишним Против Ну Для того Чтобы Калировать Вот А так Не это Если бы я Полностью С тег туда Внес Тогда да Ему хватало бы Ну в общем Надеюсь Вы поняли Мою Мысль Вот Короче И мне обезьяна Говорит На 100-200 Говорит У меня Говорит А у меня авария Ну а он До этого Жаловался Говорит У меня На 500 На 50-100 Говорит Авария Я говорю И че Он говорит 40 тысяч Уже проигрываю Я думаю Ну блин На 50-100 40 тысяч Да На 40 боинов Че я тут такого Вот А и он мне Вчера пишет На На 100-200 Говорит Просто Написал 4-0-0-0-0-0-0 Че-то я там Я смотрю Приглядываюсь В чат 400 тысяч Написал Я говорю 400-к Говорю Типа Ты залил Там на 100-200 Он говорит Да Я просто говорю Обезьяна Ну ты где Наворовал Ты Говорит Столько денег 400 штук Он говорит У меня удачно Складывались Последние дни На 50-100 Представляете Тип на 50-100 Рубанул бабла Там Может за неделю 400 штук Поднял И пошел Просто Пошел Просто Отгрузил Все на 100-200 Блин Вот видите У нас ряд Пацаны И мы видите Две пары поймали Против тузов Две пары И Стридро Поэтому Главное Чтобы у него к тузам Не было флешдро И все И наша победа здесь Победить нас здесь Просто невозможно Главное Чтобы не было К его тузам А он сейчас 4 бетил Значит у него тузы Вот видите Но Но Вы видите Какая подстава Парни Опять Наша Стридро И две пары Умерли Умерли Суперстэк Да не Я не хочу Так Что там А что за суперстэк Я не знаю Короче Я сейчас гляну Что может у нас там По таким Я сателлит лучше На Армению Пройду Ну пацаны Я не знаю Что-то Пока как-то Не это Мне не нравится Как Мы вот Вроде неплохо Попадаем в доски А Нас гасят На Ну доезжает Все время Я начинаю Слегка Так вот Смотрите Вот здесь у нас Вероятность Что мы попадем В сет Вероятность Что мы 25% Один раз из четырех Но С флопа Именно В сет с флопа Вероятность Что нам сет Так Это 40% Докрутят Ну блин Вы видите Один раз из четырех Не поймали Мы не поймали Один раз из четырех Так Я просто посмотрю Сейчас какие там У нас Эти Сатики Да Сатики Так Вот я сыграю За 7 баксов Этот За 7 бачей Сыграю На этот Как его Ну вы поняли На РПО РПО Покер лига Вот Чтоб в Армению Поехать Тра-та-та Ну Тоже Чувак Выиграл И Бежать Выиграл И бежать Что-то Прямо Меня сегодня У меня Под утро Знаете Сегодня Что вообще Произошло Просто Под утро Тип Зашел Давайте Определимся Вот У нас Ведь здесь Дама Есть Блокирует Которая ему Нацовый Фулл Хаус Даже Если у него Есть туз Он должен Его здесь Выкидывать Даже Если у него Есть туз Он должен Его выкидывать Потому что Два туза У него Точно Нет Парня Две Дамы У него Тоже Нет Вот Ну Видите Он Выкинул Там Адекват Сидит Потому что Он Посчитал Что две Улицы Я пихать Донкать Не буду Просто Так Вот Ой Ладно Мы Ну там У нас Вы поняли Почему Я там Ставил Потому что У нас Дама Она Блочила Ему Вероятность Дамы То есть У него Мог Быть Туз Но Туз Дамы Точно У него Не могло Быть Ну как Огромное Вероятное Что Не могло Быть То есть Нац У фоллхауса Нету Он Попробовал Заколировал Проверил У нас Мы в него Дальше Пихаем Зашла Пятерка Он Как бы Ничего Не изменила Она Если у нас Там Ой Ну что Мы здесь Поверим Или нет Парня Поверим Но у нас Флэш Дрос Совпадение Будем надеяться Что у него Просто Сет Да Ну понятно А я Все таки Надеялся Это На Две пары Ой Ой Ну Я хрен Знаю Пацаны Здесь Вообще Ну как Здесь Еще Вы думаете Здесь Выкидывается Выкидывается Здесь Или нет На флопе Мне кажется Здесь Не выкидывается На флопе Ну Против Как Против Кристалла 8 4 Туз Ну То есть Там Я думал У него Туз 4 Туз 8 Вот Такие Карты С которыми Он так Решил Даже Против Сыта Мы Здесь Еще Так Ну Не Очень Конечно Против Сыта Но Хрен Его Знает Мне кажется Тут Не Выкидывается Ну Ладно Подумаем Ну Не знаю Против Мы Может Против Рега Какого-нибудь Я бы Точно Выкинул А вот Так Вот Я не Это Там Столько Афишек Начинают Придать Одинка Долларов А Да Там Знаешь Что Я вот Заметил Левеса Вот в этих Глубоких Стэках Вот Давайте Здесь Раздачку Посмотрим Сейчас Значит Я здесь Просто Заколировал И Он Продолжает Ставить Ну Еще Одну Колем Ой Братан 379 Он Поставил В нас Зашла Десятка Он Поставил Теперь Он Чекает Но Что Стриту Мы Проигрываем Ну Чекнем Две Пары Есть Все Таки Отсыпал Что Он Там Говорит Отсыпал Вот Эти Разводные Турниры С Дипстэком По Братски Поделили Ага Короче Разводные Турниры С Дипстэком Сто Тысяч А там Блайнды Супер Быстро Растут И Супер С Огромных Этих И Они Нифига Не Дипстэки Получаются Понимаешь Не Ну Я Не Хочу Такие Сейчас Играть Турниры Я Турниры Люблю Если Честно Играть Вот Так В Спокойной Обстановке А Сейчас Вообще Я заметил У меня Последние Стримы Че У меня Это Так Ну Вот Давайте Попробуем Сейчас Здесь Туз Туз Три Три Хорошая Рука Найс Хэнда Как Говорится Найс Хэнда И Нас Еще Здесь Смотрите Нас Еще Здесь Вон Че Делают Да Ну Поехали Че Ой Против Королей Парни Ну И Понятное Дело Нас Ушатают Короли Ну Как Это Называется Пацаны Вот Я Уже Видите Даже Сейчас Уже Ровно К этому Отношусь Ну Как Ну Что Что Поделаешь Что Поделать Если Вот Так Вам Не Везет Ну Вот Нас Убили Блин Ну Тузы в Королей Пацаны Ну Это Вообще Грязь Когда Выигрывают Короли Там Ну 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 За Что Смотрите Если Не Покараем То Все Ой Кто У нас Здесь Вот Этот Крутил Да Ну Хорошо Хоть Этот Крутил Радует Парня Блин Но Плохо Что Он Чекнул Ладно Давайте Проверим Просто Смотрите Обычно С Блайндов Тузов Не Трибетит Да А Обычно Не Трибетит Тузов То Есть Вероятность Что У него Сет Тузов Здесь Ну Мала Но Он После Трибета Прочекал И Просто Тупо Вколил Здесь И Мы Понимаем Что Там Скорее Всего Это Очень Хреновая Раздача По Идея Если Если У него Здесь Сейчас По Идея Зачем Ему Здесь Фулл Хаус У нас Пихать На Тузах Да Он Он Б мог Чекнуть На Ривере Запихнуть Вот Что Мне Как То Здесь Не Верится Пацаны Может У него Флэш Дро Блять Блять Ну У нас Здесь Вообще Видали Какая Туз 7 Туз 7 Вот Понимаете Я правильно Угадал Что Я правильно Угадал Что Тузов У него Нет Ну Туз 7 Я Исключил Парни Ну Потому Что У меня Семерка Ну Что Всем Что Семерки Будут Раздавать Ну И Зачем Ему Фуллхаус Пихать Зачем Фуллхаус Пихать Пацаны Зачем Алын Пихать С Фуллхаусом Ну Ну Там У нас Я не думаю Что Отскок Был бы Там Видели Ривером Короля Положили У нас Был бы Фуллхаус На Короле Это Жесть Конечно Это Жесть Парни Это Какая То Жесть Творится Ну Я Понял Да Я Понял Это Какая То Грязь Пацаны Ну Прям Замазка На Замазке Вот Вы Знаете Ну Сбил Он Меня С Смысли Реально Своим Потому Что Так Здесь Мы За Четыре Что Бетели Ну Здесь Как Нас Здесь Можно Выиграть Скажите Вот На Этой Доске Как Нас Здесь На Этой Доске Можно Выиграть Никак Там Нас Не Выиграть Уже Так Короче Вот Сейчас Сижу Я Думаю Парни Ну Вы Понимаете Там Никак Не Укладывалось В Раздачу Вот В Эту Ну Тип С Блайндов Тузов Не Три Бетит И Обычно Вот Такой Тоже Не Три Бетит С Блайндов Вот Такой Ну Не Три Бетит С Блайндов Туз 4 7 5 Ну Три Бетит Ряд Какой Нибудь Разыграл Он Флоп Как будто Фуллхаус Да Разыграл Флоп Но Терн Он Разыграл Как будто У него Там Вообще Непонятно Что Вообще Непонятно Что Зачем Пихать Зачем Аллин Пихать Парни Зачем Там Смысл Какой Аллин Пихать Ну Поставь Ты 2000 Там Ну Ну Да Если Взять В голову Что Он Супер Крутой Продуманный Я сам Так Делал Я пихал Да Как раз Против Рега Чтобы Рег Подумал Зачем Пихать Блин Но Здесь Ну Может Рег Конечно И мог Затрибатить Такую Руку Я Сейчас Честно Уже Даже Теряюсь Хрен его Знает Как Какие Здесь Руки Я Уже Сейчас Здесь Я просто Не пойму На анонимах Кто Рег Ладно Давайте Играть Всем верить Всем верить Сегодня У всех Сегодня Все Есть Вот так Я скажу У всех Сегодня Все Есть Хотел Сегодняшний Стрим Провести По красоте А не получается Пацаны Провести По красоте Ну Прям Не получается И все Если Мы будем Проигрывать То это Точно Во всем Виноваты Гребаные Роллы Будут Так Которые Меня Спонталы Избили Так Так Сейчас Уже Ну Как Там Конечно Круто Разыгран Я скажу Так Круто Разыграл Этот Фулл Хаус Свой И Вы Также Вам Я Вам Также Советую Разыгрывать Фулл Хаус Серьезно Против Регов Пихайте Просто Прям Малын Если У вас Влазит Ну Да Это Вы Пихайте И Вам будут Калировать А если У вас Нет Ничего То Вы Наоборот Маленькую Ставочку Ставьте Против Регов Чтоб Они Думали Что Вы Пытаетесь Добрать С Фулом Вот В общем У него Просто Я Понимаете В 3бет Ну Не 3бет Это Обычно С Блайндов С Рукой С Тузом Ну Иногда 3бет Это С Двумя Тузами Но Вот Так Что Туз И Какие То Карты Это Конечно Давайте Посмотрим Здесь С Королями Мы Сможем Выиграть Или Нет Так Тут Выиграли Сразу Здесь Смотрим Ну Вот Здесь Смотрите Какая Против Вот Этого Пацана Который Тогда С чем Ты Нас Ушатал Уже Забыл С чем Так Да Там Просто Знаете Вот Где Реально Такая Раздача Я аж Прям Там Весь Думал Думал Передумал Все Возможно И сам Себя Передумал Но Я говорю Там У нас Отскока Не было Он Был бы Мог Прочекать И Потом Мы Заплатили На Ривере Как Думаете Вот Здесь Мы В Колледж Ну Он Пишет В Колледж Такой Дерзкий А я Ему Вот А ты Сейчас Напишу А ты И Вот Такой Мур Я Сдаю 250 Он Мне пишет В Колледж А я Говорю А ты Ну Неужели Там У Неужели А Парни Вот Это Кара Ну У нас Здесь Че Сказать У нас Здесь Типа Третий Нат Да Первый Нат Это Каре Восьмерок Второй Нат Это Каре Королей Хайла Давай Это А я Ему Ещё Сейчас Перекручу Вот Так Наверное Да Нет Конечно Я Выкинул Ну Просто Здесь Сот Просто Колить Да Ну Надо Было Это С Тузами Ну Я Понял Что Каре Вот Наш Этот Ну Да Тузы Это Третий Нат Здесь На Доске Ну И Просто Колировать С третьим Нат Сотку Это Прям Нитярой Надо Быть Последним Поэтому Мы Попробовали Так Чуть Чуть Типа Сдам С валетов Добрать Вот Но Не Получилось Не Получилось Парам Ой Эти Коряги Коряги Кладут Нам Ну Всё Кладут Пацаны Придётся Чувствую Сегодня Мне опять Отбиваться В ночь Это В ночь В ночь В ночь Хочется На стриме Уже Показать Мастер Класс А Никак Не дают Вражью Морды Нет В каре Было Хороший Пол Да Я понял Я понял Дружище Тузы Были Так Тут Выкинем Нам Надо Вот На этом Столе Удвоиться И У нас Всё Сразу Наладится Пока Нам Не дают Не там Не там Вот Этот Стол Становится Такой Как сказать Какие то тут у меня Помечены Оранжевым цветом Многие Типа Реги Ну Которые Реги Которые делают Глупости Но Меньше Чем Обычно Меньше Чем Зелёные Так Надо Запомнить Может мне сейчас Переодеть Футболку И Трусы Парни Чё-то Прям Не идёт Чувствуете Прям Не пошло Негатив Весь У меня Скопился Сейчас Я переодену Короче Ждите Я быстро Сейчас Сейчас . Юль, ты телефон себе возьми, под звуком, а не будь заново. Так, все, все, парня. Я готов. Все переодел, трусы переодел, футболку переодел, вроде, да? Да. Ну все, теперь мы будем. Будем теперь наказывать. Так. Угу. Теперь ты надо выигрывать точно уже. Если и сейчас не пойдет, парни, то тогда все. Тогда уже дело не в трусах и футболке, тогда уже дело в чем-то другом. Так. Ага. Шесть, семь, восемь, девять. Ну так, чекнем пока. Ну есть же стрит, пацаны. Есть стрит. Ну и что? Чекай ты, чекай, чекай ты, чекай. Давай плати нам. Оплачивай. Чуть не оплачивается. Захотелось мне сегодня с утри баньки, парня, негатив свой выплеснуть. Последние дни мне не очень. Ну как? Я вроде там в плюс заканчивал, да? Но очень сильно меня там переезжали. У меня такие долгие... Блин, ну знаете, поскольку я рук отыгрываю за день, парни, по 6,5 тысяч рук. Блин, брешу за день, за три дня, за три дня 6,5 тысяч рук. Но вы понимаете, что на покер-доме, где нет ни зума, ни этого, за три дня, это я отыгрываю за три дня две с лишним тысячи рук. Это супер много. Просто вот если вы посмотрите пакеты других людей по пакетам, там они в пакетах пишут сколько рук, они там за 10 дней, за две недели столько отыгрывают. А я это отыгрываю за три дня, вот. И, понятное дело, я не могу уходить побежденным, да? Если я, например, во время стрима я проигрываю, то я потом сижу и отбиваюсь, вот, там, до утра, пока не выиграю всех. И... Понимаете, какая фигня? И у меня вот это все накапливалось, накапливалось. Эти вот переезды, я их зажевывал, зажевывал, все. Вот, а сегодня с утра решил... Думаю, надо мне это все выплеснуть. А знаете, как негатив есть, который у вас накопился? Говорят, в себе нельзя держать. Не розовая, да. А розовая я не знаю где, кстати. Она, наверное, в стирке розовая сейчас. Короче, розовая сейчас не эта, но посмотрим. Белая тоже ничего. Были из белой у нас нормальные заносы. Вот. В общем, это... Розовая сейчас я чуть не видел. Наверное, не постиралась еще. Вот. И я захотелось мне сегодня поплакать. Вот, думаю, надо поплакать с утра. Ну, поплакать я хотел не от... Ну, не от горя, да, от какого-то, а... Ну, просто вот, чтобы выплакаться. Слезы у меня вышли все эти. Я загуглил фильмы, какие там, где плакать надо. Вот. Такие причем плакать. Ну, не от того, что там жалко. Я искал, а где такой конец? Так, ой-ой-ой, пацаны. Ну, есть же мы здесь что-то. Зашли, наверное, ловили. Вот. В общем, я решил по старой... По старой схеме поплакать под фильм Военный ныряльщик. Ну, военный ныряльщик, да. Ой, пацаны. Как я рыдал сегодня. Не знаю, вы смотрели или нет его. Вот. Но я там рыдал. Это очень такой фильм. Как там он, когда ему там... Экзамен он сдавал, ему мешок порезали. Там он 9 часов под водой сидел. Там детали эти собер... Искал. Короче, блин. И вот выплакался. И вот легче на душе стало сразу, представляете? Ну, вот прям реально это... Так, я не пойму. Что здесь происходит? Что здесь такое за движуха? Какой-то... Что-то тип здесь оставил себе 17 копеек. Так. Ну вот, смотрите, да. Вот плохая рука, чтобы зайти... Ну, а как она плохая? Блин, ну как можно вот эту руку плохой назвать, да? Ну, она плохая. У нас в руке туз есть. Мы не можем заходить. Против тузов мы не можем заходить. Видите? Вот как бы она не выглядела красиво, парни. Но туз у нас резко ухудшает качество нашей руки против тузов. А мы знаем, что там тузы, потому что он 4-бетил. Все просто. Мы скинули. Видите, мы не проиграли. Да я винрейд же не знаю. Я руки так посчитал, а винрейд я не знаю, Кокичев. Ну, в плюс играю и все. В плюс. Так, какой-то тут дерзкий. Сейчас. Юля, открой дверь там. Привезли эти злосчастные роллы. Так, мы, да, как знаете, как учат, как учат в школе, как в тюрьме, да? Как в армии пришел и сразу самого жлоба выруби, да? Или, ну, говорят, в фильмах во всяких, да? И я здесь нашел самый здоровый стэк и его решил затрибетить. Вот. Типа, знаете, обычно люди так думают. Так, у этого стэк такой, 50 штук, да? Наверное, ему прет сейчас. И я вообще с ним в раздачах не буду участвовать. А я такой раз затрибетил его. И все сразу такие. Так, все ясно, кто здесь у нас. Чего? Так. С такой зайдем. Вот. Ну и... Прям, гляньте, он прям банк, пацаны. Есть кол. Блин, парни, вот если честно, я здесь даже не вижу. Ну, смотрите, мы здесь заколируем. У нас ауты только семерка, восьмерка. И то они могут быть мертвы, потому что... А, ну моей карты не было на законном месте. Вот оно что, парни. Моей карты, кредитки не было в одном месте, где... Здесь, короче, мы выкинем просто. Да, в мгле концовка очень... Сейчас, у меня здесь... В мгле тоже такая лютая концовка, конечно. Там супер она... Поразмышлять, да, такая в мгле концовка. Вот. Посмотреть этот фильм целой толпой, да. И потом порассуждать вообще на тему концовки. Есть такие фильмы, да, где можно порассуждать и... Ну, мне нравятся такие фильмы тоже, да. Вот в мгле, например, там... Правильно ли он поступил или неправильно, да. Но я считаю, что в мгле концовке он неправильно поступил. Потому что... Нужно, парни, бороться до конца. Нужно до конца бороться. Никогда не надо сдаваться. Вот я вам говорю. Я сдаюсь иногда на время... Во время стримов я сдаюсь. Но я сдаюсь, только отключаю стрим. А... Продолжаю играть. Понимаете? Как бы просто я... Ну, так, спокойнее. Более я сосредоточенно играю. Вот здесь, конечно, я... Вполне возможно, и не очень сейчас мув сделал. Пока вам рассказал. Вот так что... Так что в мгле я думаю, что... Главгер был неправ. Я не буду спойлерить, что он сделал в конце, да. Может кто-то захочет посмотреть, кто не видел. Но... Нужно... Это вот лишнее... После просмотра этого фильма как раз и понимая, что нужно до конца идти. У меня просто бывали моменты такие, когда... Как сказать... Ну, мне друг, говорит, скидывал вот эти картинки про... Шахтера, который... Типа тоннель прокопал, и он идет обратно, грустный. А там ему осталось два раза копнуть и золото уже. Нельзя отступать. Парни, нельзя. Вот если вы решили, то все. Отступать можно только в единственном моменте. Если вас переезжали на более высоком лимите, отступить на лимиты пониже. Вот здесь единственное отступление можно. Ну и то вы, чтобы потом вернуться опять, а не на те лимиты, на игровые ваши, да? Вот, поэтому... Давайте что ли, попишите, какие фильмы вас тронули. Вот какие фильмы вы считаете, что вот где прям слезу можно пустить. Я, может, посмотрю тоже еще раз, ну, когда мне захочется, вот, когда у меня весь опять накопится куча дерьма на душе. И мне захочется это все выплеснуть, вот, слезами. Серьезно, вот когда вам очень обидно, вот говорят, поплачьте, и вот легче станет, правда. Вот, и... Я вот говорю, я ломал руку себе, вот вы... Может, увидите, сейчас я не знаю. Ну, у меня шрам здесь, вот, шрам. Где он? Вот он, шрам. Вот. Я ломал себе руку, и... Боль была, парни. Просто адская. Адская боль была. И когда я лежал в больнице, то там я попал на... Я попал на выходных туда, и... А мне должны были операцию делать. Ну, там мне... У меня там одна всего кость в этом месте, она полностью сломалась, и у меня рука вот так вот болталась. И мне должны были... И мне должны были, типа, вот так кости соединить, и пластинкой титановой сверху их закрепить, вот. И вот, чтобы вот эту операцию... Так получилось, что... Короче, с момента перелома до самой операции... Пять дней я лежал вот с такой рукой. Вот. И... Боль была просто, парни, адская. В течение пяти дней. Я даже не помню, как я засыпал. Ну, то есть, вот, я не сплю, мне больно, я не сплю, не сплю, да. Но у меня болит. Потом вдруг раз я уже глаза открываю, уже типа утро, ну. Я не помню. И... Мне родители сказали... Мне мама сказала, Игорь, ну... Короче... Мне мама сказала, что... Игорь, ты, наверное, что-то по жизни неправильно делал. Ты подумай, вот. А я в то время действительно был не очень хорошим человеком. Ну, как не очень хорошим? Относительно других хорошим, но... Относительно того, какой я сейчас, я был не очень хорошим. Я иногда, по возможности, если была возможность, я обманывал людей. Вот. А сейчас я стараюсь в жизни не обманывать, только в покере. В покере блефую. И я задумался, изменился. Сильно изменился после того. Мне сказали, что это мне вселенная. Бог мне испытания такие... Дал. Вот. И поэтому я... От боли я не плачу. От обиды бывает. Могу заплакать от обиды. Или когда какие-то моменты такие, знаете, прям... Забористые. В фильмах. Радостные. Вот. Там тоже могу. И вот мне, когда их что-то хочется, вот у меня накопится, я сажусь, какой-нибудь фильм такой скачиваю, которого я рыдаю. И я этого... И плачу. И вот давайте мне какие-нибудь фильмы что-то расскажете, где можно слезу пустить. Король лев, да? Кто на короле... На король лев в мультике? Кто на нем не плачет? Мне кажется, там вообще нет людей. Или хатика, да? Хатика тоже, кстати, можно посмотреть. Там и саундтрек такой, и все. Так, ладно, все. Про грустное. Давайте вы мне просто напишите какие-нибудь фильмы, чтобы я в будущем знал. Вот. А потом это. Вот Орел Эдди, кстати. Я про него читал. Что... Хорошие отзывы. В Орел Эдди там вроде этот снимался, да? Насколько я помню. Хью Джекман и еще какой-то тип, да? В Орел Эдди. Вот, да. А чемпионы... А, чемпионы это русский, да? Русские чемпионы. Я хотел его посмотреть. Мне кажется, я тоже на нем бы плакал. Я даже когда потому что смотрел этот... Трейлер к нему, я уже жене сразу сказал. Говорю, блин, я чувствую, здесь буду плакать. Да я не знаю, он... До этого что-то он там... Я не помню. Он уже второй раз на самом деле уже, этот тип. Я... Ну что-то он мне не понравился, одна раздача с ним. Однако эта раздача мне не понравилась, где он выиграл. Я сейчас не могу вспомнить, сейчас я помотаю назад. Ну что-то какая-то одна не понравилась, но вроде он так... Он стримы мои смотрит, насколько я понял. Потому что он мне писал до этого, типа, привет. Короче, он у меня какую-то раздачу выиграл. Я сейчас поперематываю. Может просто он переехал меня, у меня здесь пока... Вот. Сейчас. Сколько я тут руку уже сыграл? Довольно много. Сейчас я вам скажу, какую он выиграл раздачу. Что-то мне не понравилось. Может быть мне просто не понравилось, что он выиграл? Я не знаю. Если честно. Давайте здесь прочекаем. Что тут у нас флэш такой дориснявый, да? Вот. А! Ну вот эту раздачу он выиграл. Ну... Вот эту раздачу он выиграл у меня, да? Ну, что, он выставился правильно. Я тоже считаю, что здесь выставлялся. Думал, нормально. Вот. Поэтому... Ну, против сета, конечно, я там не очень. Против всего остального я там хорошо. И то против сета так. Не очень, но еще стоял там я. Вот. Ауты были. Не только у меня на флэш там. Ну, в общем, это. Прибытие. Ну, да. Прибытие тоже я. Прибытие. Да, да. Не помню, я плакал там или нет. Но... Ничего так. Для... Да. Фильмец. Вот. Эдди Орел я... А, Лев. Ну, это такой, мне кажется. Кокичев Лев. Про какого-то иностранца. То ли индус там, да? То ли что-то такое. Мне кажется, там... Ну, это такой фильм. На любителя, да? Он... Там никакого экшена нет. Там чисто сюжет какой-то там. Что он там в страну в другую приехал. Ну, это опять у нас. Смотрите, какая рука. Против этого нашего плаки. Ну, давайте разочек заколируем. Что-то прямо уж. Мистер Черч. Смотри, Эдди Мерфи хорош. А, Мистер Черч. Нет, не смотрел я. Ну, что? Как вы думаете? Как вы думаете, парни? Будем мы здесь? Как будто у нас флэш мы насобирали. Или он нас сейчас будет чекрейзить? Будет неприятно, да? Ну, просто чек-беханд я здесь не хотел. Ну, все. Мы как бы проверили. Да, флэш у него. Ну, можем ему это. Давайте нот сделаем. Ну. Вот так, моему что он чекрейзит. Флэшовый терн. Вот. Ну, пометим вот таким. Пусть будет пока такой. Или пока еще не знаю, насколько он крут или не крут. Вот. Мистер Черч, это... Скажите, где он там? В одной семье жил, а потом с дочкой что-то, да? Так, вот у нас опять, да, парни? Ну, что вот здесь сделать? Вот что здесь сделать? Ну, выкинем. Мы можем против флэш-дро ехать старшего. Ну, на чем так? Ну, здесь сет. Только сет так можно разыгрывать. Как псих. Рейзить. Вот. Поэтому. А, призрачная красота. Но я, кстати, даже и не видел, да, его. Фух. В общем, да. Это. Надо будет какие-нибудь вот из этих посмотреть. Ну, не знаю. Я на льве... Я по трейлеру не сказал бы, конечно, что там... Плакал бы, наверное. Ну, не знаю. Опять же, да. Так по трейлеру ничего не ясно. Вот. Обезьяна пришла. Обезьяна. Ну, ты такой вот обезьяна. Вот что вот она нам тут хочет сейчас? Нас отвлекать на стриме. Ой-ой-ой, хорошая какая у нас здесь. Ну и, блин, и пацан, да, все, на соскоках. Нам стрит доехал, да, парни? Ну, давайте дадим ему возможность блефануть. Может, он флеш-дрой-стрит-дрой тянул? Ну, я тут не думаю, что он нам что-то оплатил бы. Мы только вот так смогли бы. Ой, блин, обезьяна. Я сейчас не смогу играть. Хедзап еще. Сейчас я ему напишу. Так. Так. Да хоть 10 минут, хоть, блин, 5 минут прыгать так за столы. Вот обезьяна, не тупи. Это. Так, 5, 6, 7, 8. Пока в очереди. Так. Zero? Не, не видел. Zero, zero, два не видел. Латвийский? Таких не видал я в фильмах. У меня батя, кстати, латыш. Ну, он русский, но в Латвии родился, в Риге. Ой, ну что за стол, парни? Что за гейский стол у нас здесь? Вот просто гляньте. Не, я-то могу здесь играть. Мне не впадло, да? Ну, потому что здесь... У Минтона, например, все эти люди будут помечены просто фишами. Вот у Минтона. Вот. Вот у него... У меня они как бы регами помечены, которые там допускают ошибки. Да, у Минтона просто были бы они все фиши. Ну, ладно, давайте здесь пока посмотрим. Поймали мы. Поймали мы, поймали мы. Сейчас, секундочку. Четверка это как-то не очень карта, да, у нас, потому что Кикерок маленький. Если у него туз, да, ну давайте мы здесь так сыграем, вот. Ну, если у нас туз, то мы... Блин, ну что, ну неужели он там... Ну, что-то я не могу, уже он чекает и чекает. Ну, надо попробовать. Ну, я, правда, не знаю, с чего мы там бы добрали. Но это чекать бихань здесь, это, мне кажется, преступление было бы. Вот. В общем, ладно, теперь давайте веселиться, пацаны. Ну, да, в кинотеатре всегда так, знаешь еще, в кинотеатре всегда атмосфера такая, где... Я вообще в кинотеатрах очень не люблю фильмы такие тяжелые смотреть, ну, какие-то, да, потому что выходишь, если там слезу пустишь, то ты можешь спалиться, что ты плакал в кинотеатре, ну... Да он пошел умылся в кинотеатре, тебе надо выйти сначала из зала. Это я вот так, я не знаю, я вам рассказывал или нет историю, когда на тренировку, когда ходил, мне друг говорит, пойдем, сходим в кино... Сходим на кино, он говорит, пойдем, сходим в кино на фильм... Блин, парня, фильм забыл. Грей называется с Лиам Нильсоном. Ну, по-английски Грей, а так, типа, волк или стая, что-то так он называется. Короче, там суть в чем, он говорит, я уже посмотрел, этот мне тип говорит, но там это просто, он богатый, он женился на дочке, у папы ее как раз этот и кинотеатр, там и еще куча всего, вот, он может ходить на фильмы, когда хочет, сколько хочет. Короче, суть в чем, суть в том, что мы сейчас зайдем здесь шатать этих... Ну вот, обезьяна сюда сел. Так вот, он мне начал рассказывать сюжет фильма этого, ну, он говорит, ну, я тебе, говорит, тот момент один расскажу там, ну, то, что сюжет там, самолет падает где-то на севере, в какой-то северной стране, и... Все, мы здесь не премся. И стая волков, он крушение потерпел, у него есть выжившие там группа людей, и волки начинают охотиться за этими людьми, вот, стая волков. И там вот этот Лиам Нильсон, ну, который заложница в главный герой, ну, просто чтобы вы знали, да, в заложницу, все, наверное, смотрели там, вот. И он, типа, там, эксперт по волкам, он там, и он начинает там всех говорить, что и как делать. И вот мне друг рассказывает, говорит, момент, когда, говорит, они кого-то волки загрызали, убивали, и вообще погибших, они забирали у него, ну, кошелек его, ну, чтобы там фотки передать друзьям. Ну, видишь, да, куртик, да бывает, конечно, такое, че, это, это покер, тут все бывает. Вот, в общем, парни, и он мне рассказывает, ну, и там, говорит, и вот, он забирали кошелек они, и, чтобы семье передать его, вот. И вот, говорит, в конце остается один этот, так, парни, сейчас главное мне слезу не пустить. Я когда в тренажерке слушал этот рассказ его, я там чуть слезу не пустил. И он, говорит, и остается вот этот последний, он, говорит, идет, идет, говорит, вроде далеко уже ушел, уже обессиленный. И смотрит по сторонам, и вдруг оказывается, что он шел, но он шел не от, уходил не от стаи, не от ее логова, а он шел, шел и промазал с направлением, и пришел в логово этих волков как раз. Где их прям штаб-квартира, можно сказать, вот. И, ох, мы здесь, гляньте, что, да. Ну, что, будем что-нибудь здесь, ну, что здесь мы будем ставить, вот. Может, have to bet что-нибудь сейчас придумает, скажет, что резак здесь ставит. Что-то резак здесь придумал. Ну, у нас и пятерка, конечно, это вообще грязь здесь была. Вот. Че, братан. И, в общем, он мне рассказывает, говорит, и он смотрит логово волков этих, и он просто берет, и волки на него выходят в стаи, и вдруг рычит сам их вожак, главный, черный волчар, рычит, и все расходятся, и он один на один с ним такой, типа, выходит. Ой, парни! И, а у нашего, он выкладывает перед собой эти кошельки всех, кошельки всех, кто с ним был. Всех погибших перед собой выкладывает, готовится к последнему бою. И он, бутылочки маленькие с выпивкой, вот эти, которые там на борту самолета, нашли они, и он их разбивает и себе скотчем приматывает, типа, делает розочки маленькие, такие между пальцев вставляет и приматывает скотчем. Такой момент, и концовка, что волк бросается на него, а он бросается на волка. Вот. И титры. Блин, парни, может он, тот пацан мне так рассказывал все это, но меня прям так это, я аж прям, вот, прям аж у меня аж слезы проступили. Такой момент, и это... И они как-то с другом за мной заезжают в этот день и говорят, поехали на это кино, а я говорю, парни, я в кинотеатре его смотреть не буду. Я говорю, от твоей истории разрыдался, говорю, а... Ну, конечно, не очень ситуация, да, но заколируем. Вот, я говорю, я от твоей истории разрыдался, а тут ты мне это... В кинотеатре так точно разрыдаюсь? Ну, чекнем. Ой. Я вот даже сейчас чуть-чуть слезу пока рассказывал вам. Вот. Короче, они меня уговаривают в итоге, я еду с ними. Я еду и смотрю и заплакал в конце. Вот. Выхожу, еще одного друга встречаю. Там. Ой. А он такой ко мне подходит и говорит, да. Такой. Я смотрю, у него тоже глаза на мокром месте. И он такой говорит, сильный фильм, сильный фильм. Ай, вот же, блин, это. Короче, все мужики прорыдались на этом фильме. А, Левеса. Да я... Не знаю. Если бы я не на контракте был, да, то, возможно, что-нибудь такое придумал бы, да. А я же на контракте покер дома. Ну, я разнообразить пытаюсь хоть какими-то... Около покерными или вообще не покерными темами, да, рассказиками. Сейчас, подождите. Так. Все, я с вами. Ну, 6-7 дамов. Вроде как... Относительно ничего. Доска. Мы давайте попробуем поставим продолженную. У нас два бэкдор флэша. Вот сейчас, конечно, валет это ужасная карта. Она в его диапазон. Ему сейчас вторую пару здесь наверняка положила. Ну. И... Ну, мы здесь, я думаю, биты, парни. Здесь я даже не могу представить руку, с которой можно было зайти под трибет и не попасть здесь ни в стрит, ни в две пары. Вот честно вам скажу. Я не могу придумать здесь руку. Вот реально. Вот здесь стрит или две пары, да. Ну, мы... Ну, я... Единственное, что мы трибетили с... Мы трибетили с вот этого, да. С блайндов, но... Ой. Просто печальная доска, да. С блайндов мы здесь можем 9-10 рисовать, но у нас не блокера. Вообще просто мы пустые, да. Ну, придется сдаться и все. Вот. Просто сдадимся. Такая вроде симпатичная рука, одномастные тузы. И... Так они бездарно у нас. Ну, не бездарно, но проиграли. Вот. Ничего не поделаешь. А, схватка, да, называется. Схватка этот фильм. Но по-английски грей он называется. Вот. Да, схватка. Это, конечно... Жесть. Жесть. Вот есть такие фильмы, где я говорю прям... Давай, братан, уже там... Говна. Вот. И... Опа-опа-опа, пацаны, давайте мы здесь покажем мастер-класс сейчас. Так, опс. Сейчас. У меня тут уже все пробивает. Играю ли я? Играю ли я? Ну... Мы трибетили, да? На спаренной доске можно большую продолженную не ставить. Вот такой хватит. Если у них здесь нету чего-то особо сильного, то... Ну, все. Каратыш, конечно, тут уже все не выкинет. И, скорее всего, у него там либо флеш сейчас закрылся, да? Вот. Не обратил я внимания, пока в скайпе писал. Ну, давайте здесь посмотрим. Здесь у нас вроде посерьезнее рука. Я имею в виду, что когда спаренный флоп, там можно маленькую продолженную поставить. И там в основном все отваливаются, когда понимают, что у тебя тузы. Так, а что у нас тут кто-то еще? Меня спросили, стримлю ли я. Фух. Так. Да, короче, фильм с хваткой. Это вот... Я вот в таких, в такие фильмы... Вот тоже, я не знаю, это грустный конец, не грустный. Но такой он... Как-то... Мужицкий, мужицкий момент. Мужицкий фильм сам. Вот. И... От мужицкого... На бабских я не плачу. Вот всякие, знаете, типа... ПС я люблю тебя, там, или... Как там? Ну, еще какой-то там фильм. Дневник памяти. Вот это все. Не, парни. Вот на таком я... Сорян. Сорян. Вот. А на таких, на мужицких, я могу скупую пустить слезу. Вот. Вот это тоже мужицкий военный ныряльчик, я считаю. Там и Роберт Де Ниро такого мужика играет. Вот. Сурово. Короче. У нас сегодня такое по киношкам мы. Ну, давайте, ладно, немного покера. О, вы видели, что написали? Великий Резак здесь, спрашивают. Надо написать здесь. Надо написать здесь. Здесь. Ну, раз обращаются Великий Резак здесь, я напишу здесь. Что же мне делать тогда? Остается. Признаюсь пацанам. Чтоб боялись. Получишь сегодня. Вот так вот, видите, мне говорят. Получу я сегодня. Ну, я уже получил, дружище. Я уже получил. Вот. Поэтому. Мне сейчас уже надо, чтобы я получал уже. А, обезьяна это. Так. Это обезьяна тут сидит у нас. Но я в позе на обезьяну, мне не страшно. Эй, не будем заходить. С такой рукой. Тут за... Тоже дурацкая получилась, да? У нас какая-то это... Ну, что? Что, 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 что? Да выкинем, чё. Вот я, кстати, вам про эту обезьяну вначале рассказывал, что он на 100-200 залил 4 стыка. Наживал здесь, наживал на этом... На... Под короткого заходить смысла я не вижу, да, парни? Даже если мы прихлопнем там что-то хорошее, то... У него мало денег останется, и мы там... Ну, как... Надо, если заходить, да, то под глубокий стэк, что... Если мы что-то поймаем, чтобы много денег выиграть. Вот. А так нам не выгодно. О, какая у нас здесь. Чудо, чудо. Ну, чудо. В Амахе чудо может превратиться, да? Уже терном вне чуда далеко. Какая-нибудь десятка или валет сейчас упадут, и всё. Ну, чё, пацаны, надо чек-рейзить, думаю. Тут будет оптималочка. Люблю я чек-рейзить вот такие, когда, типа, флэш-дро пошло. Ну, а дальше валет этот, видите, всё, нас успокоил. Вот. Сразу же нам всё отбил желание. И непонятно, с чем человек там калил. Ну, может быть, конечно, там две пары какие-нибудь. Чё, что-то? Пум-пу-рум-пу-рум-пу-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, в общем... Сейчас я посмотрю, что у нас там по столам. Может, какой-нибудь столик тут есть. Непонятные все какие-то тут. Просто сборище. Сборище каких-то ригов сегодня, парни. Все пришли. Все пришли просто. Все хотят поиграть. Поиграть на стриме. Стать звездой твича. Давайте мы пока здесь тогда попроходим этот сателлит. Я вам буду показывать сейчас. У нас здесь олинь. У нас олинь, парни. Сателлит на этот. За гаражи. За гаражи. Что за гаражи? Мистер Гугл, а ты про что? Так. Это у нас задержка на стриме. Я уже бывает это. Не понимаю, что там вам. Что? Вдруг раз так сижу и в чате читаю. За гаражи, да? Я правильно же прочитал? За гаражи, да? Вот я решил. Сегодня вот такие руки играют с малых блайндов. С блайндов. Я решил зайти. Ну и у меня невычисляемая рука. Я сейчас могу здесь изи чекрейзнуть. Изи чекрейзим, парни. Просто изи. И все пас-пас делают. Вот. Блин, парни, нам здесь две доставить. У нас здесь, если мы не против фуллхауса, нам надо доставлять. Мы здесь вообще шикардосно, парни. Мы здесь шикардосно отстояли. Я думал, танк против трипса. А так-то вообще. Пацан был. Чуть ли не позади. Здесь, да, мы решили затрибетить против батя. Как я вам говорил. Самого страшного мы берем и... И трибетим. И нам доска без туза. Пацаны, что делать будем? Лепим, да? Лепим. Предлагаю лепить. На тебе. А здесь мы зашли под трибет. С блайндов. Ну, у нас здесь враб. Мы калируем. И... И... Есть нам здесь смысл тянуть, как вы думаете? Чувак так вставит, знаете, как будто... Я думаю, нет смысла здесь уже нам. Во-первых, спарился. Во-вторых, флеш-дрол лежит. Да, ну мы попробовали пока-то там по дешевочке. Но... Что-то я здесь уже не вижу смысла. Ну, зайдет туз, да, там. Ну, короче, мы можем здесь уже вообще без аутов там береться. Из-за этой спарки. Не было бы спарки. В сателлите на сан... А... Ну, видишь, как. А я вот этот фрирол прошел вчера на санде-ченс. Позавчера, в субботу, прошел фрирол, где все в ситауте сидят. И... Прям нормально. Пятое место занял вчера на санде-ченсе. Мне... Мне хорошо было. Ладно, этот стол разваливается. Я отсюда тоже пойду сейчас. Что-нибудь мы найдем. Интересненькое. Все уже отсюда поуходили, короче. И я пойду. Развалились столы, парни, у нас. Ну, будем играть вот эти два. Вот эти два стола. Так. Нет, Макс Кам. Я говорю, я никогда не плачу из-за проигрышей в покер. У меня в этом смысле устойчивость уже выработалась. Порок... Порок обидных бэтбитов. Я из-за покера вообще никогда не плачу. Вот. Я... Вот я говорю, могу только... Я как... Знаете, если что-то делаю, да, то... Полностью этому делу отдаюсь. Если я смотрю кино, я люблю погружаться в атмосферу фильма. Чувства какие-то испытывать, да, а не просто посмотреть кино. Вот. И если я стримить начал, то я на стримах стараюсь сделать, чтобы у меня самые крутые были стримы. Вот. Заморачивался со всякими там... С подписками, с оформлениями, там... Дизайнеры там мне делали рамки, шмамки, там... Короче, все-все-все. Вот. За все это в деньги платил, там... И так далее. Если я... Когда я смотрю фильмы ужасов, я ору в кинотеатре. Я не обламываюсь, я ору. Я прям... А-а-а-а! Когда мне что-то страшно. Вот. Ну и... А в покере... Ну это... Я уже 8 лет в покер играю. Если бы я плакал... А бэтбиты, знаешь ли, намного чаще происходят, чем, например... В кино я хожу. Вот. Поэтому, если бы я плакал из-за бэтбитов в покере, то это... Тогда бы... Слез бы не осталось у меня. Нет. Я из-за бэтбитов, из-за проигрышей в покере я никогда не плачу. Я могу сказать, вот я дебил, самоанализ, самобичевание, я дебил, зачем я это сделал, опять же, все это запишу в дневник свой, в тетрадку, чтобы потом, когда похожая ситуация начиналась, я бы уже знал, чем это заканчивается, когда зафиксировал я в тетрадке все это. Что, например, сегодня я играл, я не мог выйти от типа, которому перло просто дико, и все, я там пишу, я дурак, на следующий день я у него выиграл, но в тот день ему перло нереально, все, все, потом я уже, в следующий раз, я вижу, типа, прет, я просто не буду с ним играть. Это когда в хедзап было еще на ПС. Так, ну вот такая рука у нас, парни, вот такая, как сказать вам, какая, ну неплохая, да, можно, я думаю, такую трибетнуть. Вот, поэтому, я... А, вот, а у Макс Кама, кстати, это, я понял, шутка опять от Макс Кама, шуточки за 200, в тот раз я как муравей нес, а сегодня морожу всякую, я понял, Макс Кам, ну... Ну, ты шутишь же, да, я сейчас это... Просто, у меня сейчас не очень у меня удачно начинается, ну, началось. Я тут попроигрывал Аллына, и я сейчас слегка такой, знаешь, как-то могу агриться на разные выпады в мою сторону, вот, и злиться могу. Плакать, понятное дело, я не плачу из-за такого. Ну что, давайте покажем здесь. Хорошая рука в позе. Мы только что этого типа трибетили, сейчас у него нервишки не выдержат, и он нам отгрузит свои 8 тысяч рублей. Мы заходим. Парни, нам нужен чудо-флоп. Как, нам тут много флопов подходит, этот один из тех, что нам подходит, я думаю. Он сейчас будет пихать своих тузов. Главное, чтобы не было флеш-дро, и... Заноси бабульки, занаси бабульки. Ой, Макс Кам, ты зашел тут, видишь, шутки, шутки, и сразу поперло, поперло. Наверное, нет. Макс Кам, у тебя ник какой-то прям знакомый. Ты во что играешь? Где ты играл, скажи? У тебя прям ник знакомый до боли. Может, ты на PS где-то играл, я тебя видел. Вот прям, что-то у меня прям ты очень знакомый. Так. Я правильно тебя вообще произношу? Макс Кам? Ты по-русски напиши, как правильно. Или Макс Хам, ты у нас. Здесь мы затребетили, да, смотрите. Доска такая, которая вот ему сейчас тут две пары как-то она накидывает. Ну, тут мы колем просто. И... Пятерка у нас, понимаете, да? То есть 8-10, как бы он нам тут может изобразить. 8-10, 8-10, 8-10. Ну, флэш-дрон здесь не мог изображать, правильно? Потому что две карты флэшовы у нас. Скорее всего, он здесь... И он без позиции ставит, да? Скорее всего, все-таки 8-10 у него он фортажопой попал. Так. Мне ПД написало, что нужна фотография вместе с паспортом. На что фоткать надо? На телефон или на фотоаппарат или еще? Я фоткал на iPad. Вот. На iPad я сфоткал. Ну, можно и на телефон. Главное, чтобы ты смог эту фотографию в этот... Вместе с... Я карту свою, ну, дебетовую. А, там просто периграно наклась у нас. А я все не это. Ну, понятно, понятно. Периграно наклась. Ага, так. Короче, я вот так фоткал. На iPad потом скинул. А может, и на телефон. Короче, как-то, в общем, я на компьютер скинул и все. На почту. На что хочешь можно фоткать. Главное, чтобы там видно было фамилия, имя и номер карты. Вот. И там еще что-то какие-то цифры надо заклеивать, да? Насколько я помню, я там скотчем, не скотчем, а пластырем что-то заклеивал какие-то цифры. Чтобы не все видны были цифры на карте, на твоей. Вот. Так что это... Фоткаешь на что хочешь, и зато потом будут бабки быстро приходить. Если ты вот эту, ну, как-то верификацию пройдешь, то тебе прям будут... Мне прям быстро приходят деньги. Ну, час максимум. Недопустительная вещь парня только что была. И у меня... Я на стриме не должен зевать. Вот. Давайте, знаете, что еще? Может быть, надо опросы проводить по тому, как лучше сделать стрим. Как вы считаете, парни? Вот давайте ваши пожелания. Вот какие вам бы хотелось? Скажите мне. Ну, может, я, понятное дело, не буду ко всем вашим пожеланиям прислушиваться, да? Что-то мне самому нравится, я так... Ну, вот скажите, вот, например, в оформлении моего канала, в рамке, вот вам... Все вас устраивает? Или вот что-то вы хотели бы, вот вам что-то не нравится? Или вы, например, считаете, что-то изменить будет лучше еще? Напишите мне по поводу моей рамки. Ну, рамка, вы видите, да? То, что у вас на экране, вот это... Слева веб-камера. Ага, я отдал уже, да, да. В общем, вот мне просто интересно, парни. Я же все равно стараюсь свой контент улучшать, улучшать и улучшать. Вот скажите мне, вот сейчас нас довольно уже много людей набралось, вот мне интересно ваше мнение. Вот чтобы вы... Что вам, может быть, не нравится в рамке моей? Что вам, может быть, не нравится в введении самого стрима моего? Что я много говорю, мало говорю, мало говорю про покер, мало говорю слов, например, умных покерных различных, там, эквити, там, в рапы и так далее. Короче, какие-то от вас, вот мне сейчас захотелось услышать пожелания, чтобы вы бы изменили, если бы... Как бы вам хотелось бы видеть мой стрим? Ну, да, вот, например. Касаемо даже, что мы обсуждаем на стримах, да, что мы... Начиная от внешнего вида и заканчивая тем, что мы обсуждаем на стриме, о чем мы говорим, вот. Про время стрима я не буду ничего говорить, потому что время стрима это мне такое самое оптимальное. Я проснулся, сейчас взбодрился и начинаю стримить, вот. А касаемо всего остального, я от вас послушал бы ваши пожелания с удовольствием, потому что иногда на меня находят, вот, чтобы еще такое улучшить в стриме, в своем, в своем канале, чтобы еще улучшить и так далее. Ну, вот. Так. Выкинем тут. Так, тут у меня. Так, так. Сейчас я кое-что здесь проверю. Бродяги. И сразу к вам вернусь. Вернусь. Как же ты читаешь, вот, да, видишь, как же я, как же я их оппонентов читаю. Просто изи, парни, изи, каточка. Ладно, не могу я здесь ничего сейчас придумать. Что мне надо было? А вот все сейчас будет. Ты-ты-тын, ты-тын, 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 ты-тын. Так. Вот у нас здесь сателлит проходит довольно-таки успешно, да? Успешно проходит сателлит. Вот. Так. Мы тут сейчас выкинем. Как же я читаю их? Как же я читаю их? Ты-ты-ты. Ты-ты-ты. Ясно, ясно. Макс, камайк. В цирке не смеется и в кино не... А в кино не плачет. Не, ну... Говорит поменьше, 18 столов на экранах. Все, понял, понял. Спасибо, Вильдорадо, Вильдорадо. Ха-ха. Блин. Говорит поменьше, 18 столов. Да, это будет классический стрим, да, парни? А, вот. А-ха-ха-ха. Ой, да, это, конечно, парни. Это надо сейчас мне чуть-чуть посерьезнее заработать на это. Мало говорю про покер. Вот, вот у нас. Ну, у нас же, как мне написали, ламповые стримы, да, такие. Ну что, будем заходить? Не, не хочу. Что-то там 3 бета, а у нас в руке туз. Без разницы. Вот. Ну, можно... Давайте будем так. У нас будет такое разделение. Окно со стриптизершей. Ясно, так. Какое-нибудь, да? Ну, тогда, парни, вы же тогда будете на стриптизершу смотреть только. Ой-ой-ой. А мы бы здесь шатанули, кстати, парни. Вот зашли бы мы, да, у нас здесь было... Какие у нас здесь были руки-то? Мне кажется, мы здесь бы... У нас туз 10 было, да? О! Туз 10 еще и в черве, да? Мы бы здесь унесли бы пацанов. Ну, не зашел и хорошо. Это мы... Такое редко будет. Так. Не зашел и хорошо. Там не стоило заходить. У нас три одной масти было. Это, знаете, из разряда Сидит тип О, спасибо, Макс Кам Вот видите, Макс Кам тут тоже Мне это Я крут в Амахе, да Ой Короче, смотрите Это сейчас Было из разряда Так, типа Чувак выкидывает в оффлайне 9-3, да И там падает 9-9-3 И он такой сидит, но Блин, такой вслух, да Ну и люди понимают, что он там скинул Ну там, если не фулл хаус, то трип с девяток Вот недавно у меня, кстати, такая была история За столом Вот представляете Короче Вот мне только что пишут Друзья, говорят, привет, посоветуй мне Очень какой-нибудь крутой фильм Йо, олд френд Ясно Короче Играю за столом, да Доска, типа, знаете, какая 4-8-8 Флэш-дро лежит У меня Туз, король, король, что-то Вот И Я ставлю А меня чувак Рейзит, но рейзит так, знаете, как-то скромно рейзит Вот Доска 4-8-8 А он меня рейзит скромно Ну, то есть Как-то так неуверенно рейзит И тип сидит и пишет Блин Я понимаю, что, типа, у него там Либо Он 2-4-ки скинул, да Но, скорее всего Восьмерку скинул И теперь блинкает здесь А может быть даже 8-4 Ну И блинкает И я понимаю, что тот тип Скорее всего, меня так неуверенно Крутит на флэш-дро и пихаю ему просто А тот калирует У него флэш-дро просто там Еще какой-то Вообще без всего И я выигрываю Ну, с парой королей И Я говорю тому Типу пишу в чате Спасибо, братан Что блинкнул Говорю А то я говорю это А, ну ясно Я понял Типа мне Кориолиус Это мне не надо уже говорить Да, просто иногда Новые зрители же у нас приходят У нас же У меня подписчики все равно Пополняются И я говорю Ну, эти вещи Ну, как Констатирую факты Да, с чем мы заходим Под 3-бет С чем нет Просто Я понимаю, что здесь Старый уже У всех уже в голове Это Вбилось И его ночью разбудишь С чем под 3-бет заходим С чем под 4-бет заходим Да, он скажет В руке не должно быть туза у нас В руке не должно быть пары И Относительно Скоординированная рука Да, я поэтому это говорю Но Как бы я думаю Еще может кто новенький Заходит Смотрит Сколько банкрол для 400к Короче 400 Вот И для 50-100 Так В общем Видите у нас Кэрритетчис Красавчик Ты теперь в нашей бригаде Как раз Надеюсь Ты послушал С чем заходим Под 3-бет С чем не заходим Вот Ну Я Так Себе представляю Что нужно Хотя бы 400 тысяч Для 50-100 Но Понятное дело Парни Никто Такого Почти не делает Так Всем привет Есть ли здесь Инвестор Который готов Инвестировать Стартовый капитал 5 долларов Нет Кэрритетчис Вряд ли Таких Такие есть Ну что пацаны Одной Масти Вот С двумя парами Мы заходим Под 3-бет Да Мы флопаем здесь Свой сет Один раз Из 4-х Вот как сейчас И дальше Ушаталити Делаем Да пацану Шестерки еще Блочат стрит То есть Стрита у него Здесь не может быть Поэтому тут Изи катка Получается у нас Вот Он конечно Тут тянет Тянет Ну Давайте проверим Теперь будет он Своих тузов Выкидывать У него тузы Скорее всего И на спаренной доске Он скажет Я не выкину Своих тузов У меня ведь Тузы Я их не выкину Я фиш Я любитель Извиняюсь парни Вот Ну вот видите Как не выкидывают Тузов люди На спаренных досках Запомните Это очень Я раньше пытался Блифовать Выбивать Сам боялся Потому что Когда с тузами Спаривается Я боялся всегда И думал Что люди будут бояться Но наоборот На них Спарка на доске Это все Как Для быка Красная тряпка Чтоб Кол Кол Бык Рогами Кол Кол Уколоть Хочет Короче Если вы видите Спарку на доске И понимаете Что тип Трибетил А в основном Трибетит С тузами То Не выбивайте Его Не блефуйте Только добирайте Вот как я Сейчас добрал С него Вот А вот Во всех Тут Сейчас Поинвестируем Парни Ну у меня Пакет уже Плюс 50к Я вышел С минус 80 До плюс 50 Представляете Вот этот пакет Сейчас который И Давайте Сейчас опять Просто этого Типа Этого же Типа Опять Сейчас Вот это Будет Забавно Сейчас Мы его Будем Чекрейзить Вот здесь Чекрейзить Будем Вот он Сейчас Скажет Да ну Нафиг Просто Смотрите Вот Все Поехали Чекрейзим Парни Ну конечно Может быть Сейчас я Уже Заигрался Но Будет Прикольно Если он Сейчас Это Ну И Я просто Не очень Уверен Может Ли он Здесь Что-то Такое Скинуть Ну Давайте Ну Типа Фулл Хаос У нас Вот мы Так Опа Опа Прям Одного И того Какого И он Докупается Смотрите Это рек Какой Он Адекватный Поэтому Он Так Ну Дэдлорд Ну а ты Как хотел Не Ну я Тебе Не запрещаю Ты можешь Пойти И со 100 Тысячами 10 Боинов Но Вот я В первый День Вот я Тебе Так Скажу Я Сейчас Плюсую На Этих Лимитах Да Вот На этом Лимите На 50 100 Я Сейчас Плюсую Плюсую Но Смотри В чем Прикол Я В первый День Когда Сюда Пришел Меня Сразу На В первую Сессию Я Отыграл В плюс 30 Тысяч А во Вторую Минус 100 Ну Представь Бывают Просадки Даже У тех Кто Нормально Играет А Я Играл Куртик Я Играл Хэдзап Я Играл Хэдзап Так Я В хэдзап Играл Много Очень На Старзах Я Эксперт По Хэдзапу Укатаю Любого В хэдзап Вот Давайте Мне Любого Вот Так Что И В хэдзапе Там Конечно Постфлоп Больше Намного Более Важен И Умение Потому что В хэдзапе Ты же не можешь Многие Реги Не ты Они не умеют Играть в хэдзап Потому что Они привыкли Только на определенных Руках На хороших Заходить Да Он все Скидывает А если в хэдзап Он будет ждать Только эти хорошие руки То он Блайндами Все раскидает В хэдзап Вы должны уметь Играть на Не самых Хороших руках Но вы должны Понимать Постфлоп Настолько Что вы понимать Должны По розыгрышу Вашего оппонента Попал ли он Там Не попал Тянет он Что-то Не тянет Но это такая Это очень Обширная тема Про хэдзап Рассказывать Да Намного легче Рассказать Вот почему Легче людям Играть 6 макс Потому что Тут тебе сказали Из ранней Рейзишь Ну открываешь Такие-то Такие руки Из средней Добавляешь К ним Еще вот такие А из поздней Ты можешь Там уже Открывать Еще больше Рук Да Потому что В поздней позиции Мы будем всегда Играть В позиции Против Любого игрока Если мы там С батона Например Рейзим Поэтому можно Открывать Самый широкий Диапазон С батона А И самый ранний Соответственно Самый узкий Диапазон У нас Только Премиальные руки А в хедзапе Так нельзя сказать Там ты всегда В одной и той же позиции Там либо ты на батоне Либо ты На большом блайде Вот А батон Это малый блайн Получается Хедзап Поэтому Там конечно Ты должен уже уметь играть Не только на таких руках Да Ты должен именно Постфлоп Хорошо очень играть Я считаю Что у меня постфлоп Хороший В Амахе Вот Я понимаю Когда там люди Могут скинуть Когда не могут скинуть Но Я понимаю Примерно Что у них там есть Вот То есть Я могу что-то им изобразить Кэрричес Ну Что ты так прям Опа-опа-опа Здесь 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 Вы видите Аноним 3 Пойдет на корм рыбам Сегодня Это все Я третий аноним Тут все тут уже Видите Так это Каждый хочет Отмочить шутку Про стримеры Вот То чувство Когда люди Блин Ну Понятно Кэрричес Ну ты смотри Стримы Вполне возможно Что тоже будешь Это Я же вам На стримах Вот Все рассказываю Показываю Кстати парни Знаете что Мне здесь Бэкер Предложил Такую штуку Ну Сказал Чтобы я на стриме Сказал Сказал Чтобы я на стриме Сказал Короче Ну я что-то Несколько раз заикался Про обучение Что я обучать могу Там говорю Ну И как раз там Наверное Хедзап игре Да Но Понимаете Ну В чем В чем Я вам сейчас скажу В чем хорош Хедзап Хедзап Да Я вот сам стартую Столы Например Во первых Смотрите Когда вы умеете Играть в хедзап Вы стартуете Столы А когда вы Стартуете Столы Это значит 80 Или даже 90% Вероятности Что вы Будете играть в хедзап С фишом Сначала С любителем Потому что Никогда рек не сядет Никогда рек не сядет За стол Открытый Вторым Ну то есть Он видит Что кто-то Открыл стол Значит у кого-то Уверенность В своей игре Раз он не боится Да Ну анонимный стол Скажем так Так И Никогда он не сядет туда Так Мы здесь пацаны Ловили Трипс Вот Ну то есть К вам подсядет Только Любитель А После любителя К вам уже может Третьим подсесть рек Понимаете Вот такая фишка То есть вы успеете Поиграть В любом случае С любителем Сначала в хедзап И вероятность Что вы там Выиграете у него Высока Так Здесь что-то у нас Странное намечается Да Ну давайте На всякий случай Вот так сыграем На всякий случай Чтоб у нас тут Не было никаких Этих Молодец ты До спятик Набил 280 К И подумал Что я бог Хотя сам знаю Что это диспа Не первый год В этой лобуде Просто залудил На 150-300 Ну Я тоже Наверное Сегодня Доиграю Пакет И Схожу На те лимиты Парни Схожу на те лимиты Схожу Я проверить Как там Вообще Бойцы Сидят На 150-300 На 250-500 Возможно Схожу Так Чисто Знаете Полудить Вот Если честно Нет Так вот Да Понимаешь Тут Я говорю Я Один на один Я Хорошо играю Я считаю И Хоть 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 За по Маху То Это Только Дополнительные Бабки Для Для Вас Так Ну Че Мы Здесь Поймали Две Пары Как Сказал Этот Нам Левиоса Ну Не Не Очень Надо Что То Игру Менять На Раны Твайс Вот Это Он Там Покупает Такую Самую Гламурную Подписку Самую Дорогую Вот Это Это Хорошо Но Это Где Обучающие Всякие Видео Сейчас Стали Там На Русском Еще Переводить И По Амахе Тоже По Всему Вот Поэтому Вот Видите Он Играет Зум 500 Он Все Подписывается На Раны Твайс И Он Гарит С Смотрит Также Там Видео Обучающие Зума 500 И Говорит Конечно Стримеры Там Эти И Как сказать Правильно Парни Наверное Лукавят Давайте Так Он Говорит Очень Часто Лукавят Они Говорят Что Здесь Очень Оппоненты Тайтовые Он Говорит Он Играет Зум 500 Уже Год Играет Зум 500 4 стола Не Один Там Стол 4 Он Говорит Там Супер Агрессивно Ни На Одном Лимите Так Не Играют Ни Ж Зум А Эти Когда Свои Видео Записывают Типа Профессионалы Обучающие Они Говорят Постоянно Что Здесь Все Не Товы Тут Все Аккуратно Играют Но Он Говорит Ну Они Зачем Я Не Понимаю Зачем Они Обманывают Зрителей Но Они Обманывают Людей Которые Не Играли На Зум 500 Которые Смотрят Только Как Те И И Приходится Верить В то Что Те Говорят Но Если Они Поиграют Сами Люди Уже Там То Поймут Что Там Бешеные Типы И Там Бешеные Реги А Фиши Которые Там Еще Бешенее Просто Соответственно Чем Фиши Которые На Низких Лимитах Вот Так Что Это Ух Так Ну Мы Сейчас Тут Должны Будем Сателлит Тут Надо Не Пропустить Отдон Отдон Отдадон Так Что Вы Парни Тоже Проходите В Армению Вместе Поедем Будем Там Что У нас В Армении Там Шашлыки Какие Там Национальные Блюда Да Всякие Это В Армении Вот Разные Блин Представьте Забыл Ну Когда Булочка И яйцо Внутри А ну Лепешка И яйцо Внутри С сыром Блин По-аджарски Хачапуря По-аджарски Да Вот Ну Давайте Вот на такой зайдем Сейчас Да Две пары В руке В масть Не поймали Мы наш Этот Один раз Из четырех Сетс Флопа Но Но Парни У нас еще есть Здесь 20% Примерно На И два Бэкдорчика Да Но Не хочу Туз лежит На доске Мы можем Опять же Здесь уже Так Мертвоватенько Тянуть Вот Ой Как все Тут До меня Это О Просто Просто Представляешь Это Представляешь Говорю Мне Кент Который Купил Эту подписку На Раны Туайс Сейчас Пишет Но Я Пароль Сменил Говорит Правда Он Мне Пароль Дал Что Я Смотрел По Его Аккаунту Видео Он Говорит Я Пароль Сменил Теперь По 25 Долларов Беру С тех Кому Даю Это Так Усиливают Поле Усиливают Поле Мистер Гуго Я Опять Тебя У тебя То За Гаражами То Усиливают Поле Кто Усиливают Возможно А возможно И нет Парни Возможно Многие Мне Вот Например Сейчас Платят Флэши Мои Нацевые Оплачивают Флэши Мои На флэшах Два Лета Три улицы Просто На флэшах Два Лета Рек Кол 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 Я думал У тебя Блокер Пишет Братан Говорю Ну у меня Что блокер Что это Я же одинаково Буду разыгрывать Что блокер Что нацевый Флэш Да Вот Там уже Угадай И Потом Правда Он больше Так не делает Теперь Вот Но Охохох Макс Хам Наверное Макс Хам Макс Хам Но ты так Не написал Не Ну Минтон Просто Он подрубил Стрим Блин Минтона Ну Это Парни Минтон Да тоже Придумал Я Минтону Как-то раз Написал Говорю Минтону Минтону Типа Ну это Ну на чём он колил? Вот пацаны, вот серьёзно, пацаны Он вколил флоп, вколил терн Ну ты чё, неадекват? Ну чё ты на шестёрке? Ну на чё он здесь рассчитывал? Вот идиоты, а Ладно, ясно всё И просто легко наловил свой этот Когда у меня ещё две девятки Блокеры Ну понимаете, он бы так с мелким стритом не стал бы он там так ставить Понимаете? А только с нацевым стритом бы залепил А нацевый стрит у него настолько маловероятен Потому что у меня две девятки Это, конечно, грязь У меня в Казахстане ушло Билет туда и обратно 25 тысяч Проживание в гостинице Полторы тысячи В сутки Я там жил Сколько? Неделю, наверное Полторы на семь Да, вот Ещё там Пусть примерно Восемь тысяч Ой, восемь тысяч Ну там пусть Я не помню сколько точно Десятка на проживание ушла Десять Десять Двадцать 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 Дридцать Двадцать И поесть Там Тоже, наверное, примерно Полторы тысячи в день, наверное, на еду Уходят Вот То есть Там Ещё Десятка На еду Это у нас уже Сорок пять Вот Ну и так Там Если вы хотите Поиграть Да Там В кэш То ещё Там Наверное Если не учитывая Всяких Игр Там Да То Вот Просто На проживание Поесть И поездку Пятьдесят тысяч Вот так вот Двадцать пять тысяч Я посчитал На самолёт Или как мне аэропорт Считать ещё А, ну там я ещё Спал в аэропорту За тысячу В час Спал Пять часов За тысячу В час В аэропорту У меня там Пересадка Девятнадцать часов Была Короче Это Блин, это жесть Парни Я сейчас здесь Вот в этой раздаче Я прям сильно разозлился Но Чувак Сыграл Ну как Он-то нормально сыграл Да Натс флэш наловил Чё ему Париться Но Ой Натс стрит поймал Да Но Это не честно было Зачем они мне раздали Две девятки Зачем они закрыли ему Гатшот Он на гатшоте Колил парня Но там на гатшоте Ну я понимаю У него два туза Но Наверняка я буду ставить В него либо с цитом Либо с Двумя парами Чё он там Пёрся с этими Своими тузами Но Не знаю Я знаю Что это неправильно Игра от него И он чудом Доехал там Просто Четвёртый аноним Ну и здесь Понятное дело Нам Эта Дверь запилили Застримьте Вместе На канале Покер дома Как-нибудь А как мы застримим Вместе на канале Я буду Играть раздачи А Минтон Будет объяснять Я не знаю Или как Как мы будем стримить На канале Покер дома Вместе Мы Вот сейчас Мы стримим Там Ну Он Правда Ниже играет Сейчас Лимиты Да Да Он там На других Сидит Столах Вот Ну Я могу Какой-нибудь Стол Сесть Сейчас Но Ну Даже Что-то я Ну Не вижу Ну Я вот Знаете Если честно Парни Не выпендрёшь Никакой Серьёзно Вот Утратил Чувство Денег На более Низких Лимитах Вот Не знаю У вас Может Было Такое Короче Вчера Вот Играл Да Вот у меня Там Три стола Пятьдесят Сто И Открыты Были Двадцать Пятьдесят Столы Но Никто Не заходил И Короче Это Представляете На Пятна На десять Двадцать Сел И вот По сравнению С пятьдесят Сто Да Вот Там У меня Там Стрит Дро Просто Я ставлю Продолженную Мне тип Крутит А я такой Что-то Фу Да Там Доставить Тысячу Всего Ну И раз Там Доставил Хоп Там Он С двумя Парами Выиграл Там Ещё Раз Я вот Так Двушку Два раза По две Тысячи Проиграл Я Понял Что Ну Как бы Я там Не ценю Деньги Так Как Вот И я попытался Вот Хотел сегодня Спросить у вас На стриме Как вы думаете Вот если Как свой мозг Настроить Да Что Играть Вот Я аж подумал Знаете О чём Подумал попросить Покердом Чтобы они сделали Опцию Чтоб можно было У тебя не в рублях Показывалось А в блайндах Больших Вот тогда Нормально Да Когда у тебя Все столы В больших Блайндах Показываются Вот Но если здесь Будет Стрит флэш Я буду Зол Парня Вот И Если в больших Блайндах бы я играл Да То тогда бы Только не Ну блин Парни А это обезьяна У нас там Вот видите Обезьяна Как раз Оплатил на нацовый флэш Он тут Подумал Что Это Сейчас я ему напишу На На классе Чисто Я надеюсь Это ещё обезьяна Вот А то он там написал Что на классе Чисто Обыграл Меня Вот Короче Смотрите Если бы в блайндах Я видел Да То я бы Одинаково Играл Ну Я бы Одинаково На ситуацию Смотрел А когда я вижу Там Десять тысяч Двадцать тысяч Да Банки И я вижу Потом Мне тысячу Доставить На стридро Я раз доставил Но я Потом Понял Что это Я неправильно Там Не по шансам Доставил Но для меня Это было Как бы Типа Ай Ничего страшного Сейчас Залудим Вот И я смотрю Эти типы Один у меня выиграл Второй у меня выиграл Я думаю Ну вас нахер И ушёл Вообще Из-за стола Я просто И вот Потом Я знаете Какой у меня Вот единственное Я смог Придумать Сейчас себе Как мне играть Вот эти До лимиты Пониже Чтобы я Чтобы я Чувствовал Деньги Да Это представляет Что я в долларах Играю Вот как будто Это в долларах У меня Вот тогда Я буду бояться Корэдро За 1к в час Что за 1к в час А Девки Подороже Стоит За час Продешевил Привет Корэдро Не Это Час Это в аэропорту В Шереметьево Я спал Я У меня там Пересадка была Опять Этих Ну Ну чё Вот смотрите Здесь у нас Интересная раздачка Вот здесь Оба Нам Ну у нас Восьмёрка Да И Спарилась Четвёрочка Теперь если Сейчас зайдёт Нам какой-нибудь Туз Не Ничего Это не даст нам Особо Может Типа Испугается И прочекает Сейчас Не хочет он Ну скорее всего У него сет валетов Я не буду здесь тянуть Даже над свой флеш Вот Короче я теперь решил Если я буду играть Низкие лимиты Да там 10-20 15-30 То я буду Представлять что это в долларах Ну вот как-то надо Свой мозг Да Потому что В идеале было Конечно Чтобы я Одной кнопочкой Переключил У меня показывают Стэки в блайндах Только И всё Я играю Вот как Чисто По блайндам Да А так Я вот говорю Вчера Вот 4 тысячи Подарил Типам На сомнительных Выставлениях Потому что А вроде как Относительно этих Стэков Чё там Тысячу Не доставить Левиот Нельзя Тратить Это чувство Ну Не Я правда Парни Без всякого Впендрёжа Какого-то Там Что я Так Поиграю Высокие лимиты Серьёзно Просто Я реально Хотел У вас Спросить Нет ли У вас Не было У вас Такой Проблемы Когда-нибудь И как Вы считаете Если Вот она Появилась Как с ней Побороться Вот что Как себе Мост Я уже даже Подумал Сегодня К психологу Сходить Правда Чтоб Психологу Чтобы Рассказать Эту проблему Чувство Страха За деньги Вот эти Проигранные Когда ты Там Только что Проиграл 10 тысяч И здесь Тебе не страшно Проиграть Тысячу Дополнительную Не страшно А ведь Из этих тысяч Не страшно Проигранных И складываются Вообще На самом деле Копейка Рубль Бережёт Вот Если я так Буду Халатно Относиться К этим А здесь Тысячу Доставлю На этом Лимите А здесь Тоже То Мне либо Вообще Отказаться От тех Лимитов Либо Как-то Вот себе Мозг Настроить Чтобы Они Так Давайте К нам Хедзап Сел Вот я вам Кстати Говорил Видите Хедзап Садятся Всегда Только Любители Вот Любитель Сел Он Любитель Потому что У него Стэк Такой Он Не докупается Если Сейчас Еще Кто-нибудь Сядет То тогда Кто-то Третий Сядет Вот Вы даже Смотрели Например Минтон Он Сидит Говорит Я Сейчас Буду Он Говорит Сейчас Расскажу Короче Вот Минтон Говорит Вот У нас Сыграется Там Хедзап Сейчас Я Дождусь Когда Еще Два Три Сядет Человек Тогда Я Сяду Вот Понимаете Вот То есть Риги Они Сядут Садятся Только Когда Уже Полный Стол Почти С Грибов Каким Боком This Cash Yes Yes Amaha Dave This Cash In Russian Money In Russian Money But Так Я Кого-то Пропустил У нас PS Doom Красавчик Ты теперь В нашей Бригаде Вот У нас Уже Иностранцы Подтянулись Иностранцы Как у нас По-английски Будет Парни Забыл Слово Иностранцы По-английски Как-то Forain Короче Ладно Резак 150-300 Играешь Сейчас Вот ты меня Просто На изичах Спрашиваешь 150-300 Играешь Сейчас Нет Сейчас Напишу Нет Завтра Пойду Играть Завтра Пойду Так Yes It is Cash Так 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 Просто Наверное Иностранец Смотрит Что за Цифры How much Спрашивает Переведите Ему Это Наверное С какой Мы сейчас Тут Лимит Играем PL200 Да Примерно Это Ну Наверное Это Можно Назвать PLO200 Ну Если В Долларах Да Правильно У нас 25 Ой 50 100 100 Это Примерно 200 У Назвать Так Но Он Сейчас Скажет Нифига Сил Пацана На Пло 217 Тысяч А Здесь 36 Тысяч Скажет Это Типа Рубит Бабки Блин Как Парни Кто-нибудь Кто в английском Шарит Как ему Объяснить Что это В русских Рублях И курс Курс Какой А то Сейчас Там PLO 150 Долларов Даже Да Наверное Вот так Будет Более PLO 170 Что ты Расам Принижаешь Мне Лимиты Принижаешь Это PLO 170 Я уже Написал Тем более PLO 200 А ты Тут Уже Это Так А то Реально Да Парни Какой То Стримит Чувак Амаху Да Вот Смотрите Реакция Иностранца А Это Если Ты Играешь Там После Ночи Нужно Клацать Еще Что-то Такое Там Был Такое Короче Представьте Иностранец Сидит Смотрит Чувака Смотрит 110 Человек Всего Да Покерного Он Заходит А у него Он играет В Амаху А у него Там 36 тысяч 17 тысяч Да И он Сидит И такой Думает Что за Хайроллер Может быть Он играет Турнир Он думает Может быть Турнир Играет Откуда Такие Стэки В кэше Вроде Когда Если В долларах Я играл Мне кажется У меня Зрители Если Я в Долларах Играл Да Парни То Мне кажется Зрителей Было бы У меня Чуток Побольше Если У меня Такие Стэки Были В долларах Не Но Может Я считаю Так У нас Все Хорошо Но Так Нам Нам Нужно Вот здесь Смотрите Сколько Тут Оплачивается С 1 По 4 Платят С 1 По 4 Платят А сейчас Нас Людей 12 Человек Мне тут Ну Будем Значит Будем Будем Я вам Хотел Стол Я здесь Напал Напал Коварно Все Так Здесь Немножко Любителю Нашему Дверь Подзапилил Так Отказывайся От низких Лимитов Вот Вот Мне Дима Сказал Да Вот Такой Значит Вариант Отказываться Вообще От низких Лимитов Ну Иногда Просто Ну Сейчас Слава богу Игры Много На высоких На этих Лимитах Да Я тоже Уже Думал Вообще Даже Не лезть Просто Туда Потому что Вот Неприятно У меня Такая Осадка Остался Остался Я Отдал Вот Один Один Сядет И Сразу Стол Наполнится А Ну Вот Еще Один Любитель Сел Обратите Внимание Сел Еще Один Любитель И Вот Сейчас Уже Начнут Реги Садиться Причем Конечно Реги Знают Что Здесь Открыл Стол Я Они Знают Какой Я Аноним И Все Такое Вот Но Мне Пофигу Я Главное Успею Здесь С этих Стригануть Бабла А Хаумукс Он Там Хаумукс Написал Я Понял Хаумукс Ну Может Пацан Просто Это Иностранец Отвал Волнение Что Зашел К Такому Хай Роллеру На Стрим Аж Там Клавиши Сбиваются У него Парни Я Понял Я Просто Не Особо Тут Говорю Там Это Смотри Я Смысл Прочитал Что Он Хаумукс Блин Так Че У нас Здесь Сразу Здесь Грязь Две Дамы Зашло Ну Че Флэш Конечно Мы Здесь Не Бьем Да Мы Бьем Трип Ну Просто Кол Да Тут Только Просто Кол Парни Я Не Вижу Здесь Другого Какого То Что Мы Тут Рейзить Будем И Что Нам Здесь Оплатит Наш Рейз И Вот Видите Как Все Как Вам Я Сказал Сели Два Любителя И Теперь С полным Стэком Сел Уже Такой Человек Вот Либо Минтон И Подсел Скажут Так Уже Все Набралось Можно Садиться Так После Каких Слов Да Да После Каких Ромка Слов Скажи Ромка После Каких Слов Какими Словами Я Обидел Зрителей Скажи Я Вроде Никого Не Хотел Обидеть Никакими Словами Ну Реально Просто Я Спросил У вас Вот Про Я говорю Я сразу Сказал Это никакой Не выпендрешь Ну Просто Поймал себя На мысли Что Безответственно Более Безответственно Играю На тех Лимитах Вот Такая У меня Это Как-то Не более Безответственно Даже Я не Скажу Более На расслабоне Выставления Какие-то Мне Полудить Что ли Хочется Вот Недавно У одного Парня У него Бомбануло Пипец Парни У него Бомбануло Пипец Он там На форумы Стал Эту раздачу Выкладывать Я пришел С 50-100 Да Ну Что Как вы думаете Туз-10 Нас здесь Только бьет Да Можно Для Верочки Отчекрейзить его Чтоб туз-10 Выбить Можно так Вот Давайте Отчекрейзим На всякий случай Или просто колем Я вот боюсь Чекрейз Он это Ну давайте Просто колем Ну две пары есть Но боюсь Туз-10 Вот видите А вот так бы мы выбили бы туз-10 Если бы чекрейзнули Вот Но Ладно Такая раздача Можно было так сыграть Можно было так Лучше здесь конечно чекрейзнуть было бы Честно вам скажу Туз-10 Выбивались бы Они туда легко Вот В общем это парни Пришел я Вот еще одна раздача В тему в эту Пришел я с 50-100 Там рубиловы были Стэки у меня Блин по 50 тысяч Были по 60 Сажусь я За стол Чтобы не сбрехать вам До 10-20 Вроде бы У меня Рука были Рука была Дама-дама 3-3 Там такой экшен идет Смотрите какой Вот сейчас мы А это уже не обезьяна Играет Обезьяна докупается Обычно до полного Короче И начинается такой экшен Там рейс 4 рейс А я зашел под 3 бет С дама-дама 3-3 Ну типа у меня две пары Да Вы знаете Что с двумя парами Мы заходим И там 4 бет 4 бетит Тип И другой калирует 4 бет И я думаю Сижу и думаю Блин Ну уже здесь по шансам И зайти А смотрите Как у нас тут Это Неплохо У нас блокер Да На над свой флэш Вот Единственное Что меня пугает Немного Что здесь Неполный этот Стэк И парень Уже не скинет Вот Ну мы сейчас Здесь можем Вот смотрите Если мы сейчас Чекнем Вот дурацкая ситуация Когда против Неполного играешь Смотрите в чем Например мы здесь А он сам нам облегчил задачу Вот да Вот видно что любители У нас же нацовый флэш может быть Ну зачем он это делает Зачем Мы выкинем конечно Так вот В итоге Я с дама-дама Три-три Захожу под 4 бет И понимаю что Ну там Один чувак пушит А доска такая Типа мелкая Нету ни туза Ни короля И Мелкая доска У меня сета нету И нету там Ни готового стрита Ничего такого И еще радуга Вот И я понимаю что Я тип пушит Который 4 бетил с тузами Другой калирует И я смотрю Мне доставить Знаете там типа В банк 7 тысяч Мне 1200 что ли доставить Ну вот так И я сижу думаю Блин Ну доставлю Че Банк 7 тысяч Мне 1200 доставить Да здесь у меня еще 20% на сет есть На флопе Вот Доставляю И мне Бэкдор флэш Заезжает Я обоих ушатываю Ну там тузы были А у другого стрит дро Какой-то И у того парня У которого Который С тузами У него так бомбануло Это был стол Не анонимный А такой Он начал говорить Что я как фиш Там сыграл Типа Что я там Зачем я под 4 бет Зашел Дама Дама 3-3 Зачем я заколировал Ал ин Его на флопе Блин Ну вот я Сыграл так Ну вот Залудить захотелось Мне И зашел Чисто думаю По дешевке Сейчас тут сыграю Типа Дама Дама 3-3 Флопну Флопну себе сет И ушатаю всех Думаю Ну а потом Доставить 1200 Чтоб банк там Плюс мои 1200 Там 8 тысяч Выиграть Да Ну конечно Доставляется уже Там мне 15% Хватает Вот Так у нас здесь 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 Я Поставил Ну у нас здесь Врап И Флэш дро Ой Врап и совпадение Мы здесь Это Так ладно Давайте Привет мужик А что ты себе Стул путевый Не купишь На диванчике Спина отвалится В конце дня Ведь гриндишь Иногда долго Я гринджу долго Но я прыгаю Я поэтому У меня Ну не отваливается В этом смысле Спина Я не могу На стуле играть Вот Я на диване Чтоб мог прыгать Я просто на стримах Стараюсь Не прыгать Вот Дитрикс А так Я это У меня кресло Есть Я покупал себе Кресло Крутое Но я на нем Не могу играть Мне не играется Вот Стул денег Стоит Он столько Не зарабатывает Сколько Минусуешь На 168 Столе А На 168 Минус Восемь тысяч Минус Восемь тысяч Минус Вот Но На 168 Столе Вот В общем Это А Что Резак Я на 500 150 300 Окей Сейчас напишу Во первых Ты кто Во вторых Какой Там Аноним Какой там Аноним Сейчас будем За обезьяну Болеть А кто еще В общем Это Сейчас обезьяна Покажет нам Мастер класс На 150 300 Вот Короткий стол Да я понял Что короткий стол Аноним Какой Блин Вот он Ты там Аноним Какой Номер Блин Вот обезьяна 12% Мистер Рогу Гает Что такое 12% Скажи 12% На сет У меня Было 12% Хочешь сказать С флопа Вроде не 12% На сет Флопа Когда у нас Фрэп Когда у нас Флэп Говорю Фрэп Ой-ой-ой-ой И у нас еще Будем чек Рейзить Пацана А там у него Стэк такой Короче Это Не 12% Мистер Гугон Когда у нас Нас спасают 150-300 Обезьяна 5-ая Аноним А там Короткий Стол Где-то Где он Там 100-200 Тут Катают Вот Откроем Будем Смотреть Удвоение На Классе А он Только Что Тут Удвоился Ой Парни Ну я Пока Я Завтрашнего Дня Вам Парни Я буду Вам Только Завтрашнего Дня Показывать Мастер Класс На 150-300 На 250-500 Сегодня Я еще По пакету Доигрываю Вот Так что Ладно Я сверну Пока Тот стол Чтоб Он Нас Не Отвлекал Так В общем Это У кого-то Стэк 280 Вот Так Вот Видите За длинным Столом У кого-то Стэк 280 Ну Это Вообще А Вот Да Проблема С игрой На Низких Лимитах У многих Регов Ну Вот Ясно Ясно Дима Дима Р А Мистер Ну 15 Ну Короче Мне Там Я Влазил Там Ну Я Говорю Там Так Лудильня Была И Тоже Я Потом Подумал Ну Вот Я бы Так На Высоких Лимитах Ну Не Поперся С такими Картами Не Калировал Там Потом Аллы Ну Короче Реально А вот Еще раз Мне скажи Из-за чего У меня Зрителей Меньше Ромка 6-6-8 Из-за чего Я Я Не Понял Смотрите Нам Здесь Да Не Нац Правда Да Плохо Что Не Нац Че Как Вы Думаете Давайте Чек Кол Сыграем Вот Там Вроде Адекват Сидел До этого Он Постоянно Выкидывал Ну Теперь Поставим Да Мы Сейчас Шифронулись Что у Нас Флеша Нету Ну Нет Все Рано Не Развести Пацан Сейчас Докупится Да Видите Он Докупается Вчера Тот же Обезьяна Нам Например Сказал Говорит Я Я Говорю Что На 50 Сто Сидишь Играешь Он Говорит Нет Мне Там Состав Не Нравится Там Аноним Какой Состав Он Говорит Ну Там Все Адекватные У Всех Автодокупка Стоит Поэтому Типа Нет Я Там Не Хочу Играть Вот Видите У нас Обезьяна Тейбл Селектор Какой На самом Деле Так Кольца Давайте Дадим Что Я Здесь Хотел Отрейз Кольца Думаю Дам Так А у Значит Здесь Пятый Сидит Вот Здесь Пятый Это Обезьяна Сидит А Здесь Вроде Обезьяна Шестая Сидит Вот Так Я Просто Сразу Кого Мне Слегка Опасаться Ну Кто Там Адекват Вычисляю Вот Так 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 В общем Это Парни Никого Не хотел Обидеть Когда Говорил Про Вот Это Чувство Лимитов Там Или Как То Выпендриться Серьезно Просто Реально Хотел Ну Че Вот 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 Типа Вот Ситуация Вот Вот Он Зарейзил Да И я Думаю Ой На дамах Пойду Пойду Он же Короткий Стэк Ну Даже Еще Да Вот По идее Ну Выкинь ты И все И не парься Ты из этих Ну там Четырех Ста Рублей Там Вот Надо Мне Вот Сейчас Ну Ладно Ну Проиграла 50 на 50 Там Примерно Да У него Туз Король Боли Вот И Вот Это Чувство Вот Это Против Коротких Стэков А на Низких Лимитах Против Вот Оно Меня Напрягает И Я хочу С этим Совсем Как-то Справиться Вот Поэтому Поэтому Завтра Точнее А на Стриме После Завтра Возможно Парни Возможно Возможно Если Меня Ничего Там Не Загасят Завтра И Возможно Мы Будем На Стриме Показывать Вам 150 300 Там 100 200 Что-нибудь Такое Будет Будет Супер Интересно Тублерион Ну Я Бейкерис 35% Мне И При Если Пакет Плюсовый Короче Смотри Если Пакет Плюс Зак Мой Стэк Больше Твоего Просто Здесь Так Это Мой Стэк Больше Твоего Так Короче Если У меня Пакет В плюс Заканчивается То Рейкбэк Весь Мой Если Пакет В минус То Я 30% От Рейкбэка Даю Еще Бэккером Вот А так 35% Мне Откат То есть Такие Условия Вот Ну Мы Там Договариваемся Либо На определенное Количество Рук Либо По Времени Ну Я Херачу Рук Конечно Очень Много Относительно Других Вот Ты без стрима Сколько столов катаешь Я так же 4 стола Катаю Без стримов Вот Без стримов Я катаю 4 стола Я Я Я Потому Что Именно Играю Пост Флоп Много И Мне Нужно Внимательно Думать Что Там У них Я Для себя Определил Что Играть Ну Типа Знаете Есть Некоторые Там 8 столов Но Они Играют Чисто По Карте Попал Не Попал Пас 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 Там Да Попал Не Попал Пас Пас Я Играю Ну Это Я считаю Не очень Прибыльно Когда Играть По Карте Только Попал Не Попал Надо Играть Если Есть Возможность Переигрывать Оппонентов И за счет Вот Этого Деньги Зарабатывать На Пост Флопе Потому Что Попал Не Попал Это Всем Одинаково Раздают Потерю Вероятности Все Одинаково Будут Раз Попадать И Не Попадать Да Карты Всем Нету Какого-то Одного Счастливчика Которому Лучше Раздать Другому Хуже И Если Играешь По Стратегии Попал Не Попал Там Зашло Не Зашло То Ты Будешь Там В Ноль Дрочиться Вот Я Поэтому Для себя Определ Четыре стола Самая Оптимальная Мне Вот Интересная Раздачка Парни Сейчас Будет И Здесь Тоже Интересная Сейчас Вам Покажу Вот Здесь Мы Гляньте Что Поймали Да Ну Поедем Здесь Уже Поедем Поедем Тут Вроде Четыре Бэтблот Я Опять Отвлекся Пока Болтал Вот Будем Надеяться Что Там Против Тузов И Есть Пацаны Пацаны Ну У нас Там Были Трипс На Флэш Ну А И Здесь Тоже Смотрите Да Ну Мне Кажется Неплохо Ну Как Неплохо И Нехорошо Неплохо Ну Давайте Вот Так Запихаем Здесь Я Что Не Вижу Здесь Других Каких То Этих Так Пацаны Пацаны Какие Мы С Вами Молодцы Вах 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 Вот Это Ушатали Вот Это Мы Ушатали Пацана Парни Грязно Грязно Донат Донат Ха 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 Парни Вот это Я сейчас Прям Аж Знаете Хух Мы Прям Две раздачи Подряд С вами Сейчас Вы чувствуете Кто Пришел На Стрим Вообще С ума Сошли Парни Ха Парни Скажите Кто Тут У нас Подошел Новенький Напишите В чат Признайтесь Пс Дум Это Ты Это Ты На Корм Рыбам Обезьяна Там Всех Накорм Рыбам Сдаёт Ха Блин Пацаны А вы Гляньте Название Стола Где Обезьяна Играет Блин Не тот Сейчас Я вам Покажу Просто Пацаны Рыбинск Вы видели Просто Рыбинск Ха На 150-300 Пацаны Стол Называется Рыбинск Это Вообще Нормально Оооо У меня Че Настроение Вверх Вместе С моим Стэком Парни Вместе С моим Да Наверное У любого Человека Когда Стэк Растет То и Настроение Растет Сразу Это Конечно Мы Просто Гляньте Какой Банчелу Шатанули Я Прям Потом Вобью В Калькуляторе Мне Интересно Как Мы Тут Стояли Ну Вот Здесь Да У Нас Тут Гатшот Был На Шестерку Только И Все Что Ль Пипец Парни Мы Просто На Гатшоте И флэшдро Гатшот И флэшдро Ну Если бы У него Не было Флэшдро Да То Мы Вообще Шикарно Стояли Против Но У него И Совпадений Не было А Совпадения Девяток У него Ну Мы Здесь Переехали Я думаю Пацаны Мы Здесь Переехали Ну Кто Знал Что У него Флэшдро Будет Да Кто Знал Кто Знал Меня Позабавила Эта Раздачка Короче Я играю Точно так же 4 стола Без стрима Просто я Говорю Я много Ну Наверное Половина Моего заработка Идет за счет того Что я выигрываю Банки Без шоу дауна Вот То есть Я выбиваю Людей из банков Там на ривере Выбиваю На терне Выбиваю То есть Они вкладывают Часть денег И дальше Я их выбиваю Там Изображая руки Вот Ну а Когда Понятное дело У меня рука есть Я стараюсь так разыгрывать Чтобы не выбились Они А наоборот Проплачивали Вот И чтобы играть Ну все Мы здесь кстати Всех обнулили На этом столе Втихаря Заработали 1300 Нас кто-то здесь Оказывается Еще жахнул Вот В общем И поэтому Я играю 4 стола Чтобы сконцентрированно Играть И вот в каждую Раздачу Вникать Знаете Есть бывает О давайте Сейчас посмотрим Ну это Классический пуш Да Когда все Скинулись И там Пушат Там у него Эни Туб Идут Но Здесь оказалось Конечно Восьмерку Дай братан Нет Вот Короче Тублерион Если в ноль Отыгрываю В ноль Ну такого Вообще Нет Не предусматривается В ноль Да Если я в плюс Отыгрываю То рейкбэк Весь мне Если Если в плюс В минус То рейкбэк В профит Идет Ну мы Вот туда Добавляем В этот Поэтому Вот такая Система Так Сейчас мы Здесь попихаем Немного Вот Так Показать Еще раз Раздачу Ну я там Показывал Ну сейчас Покажу Там я Там на гадшоте Мы и флэшдро Пошли На одном Стали на верхнем А на другом Мы На совпадении И флэшдро Ну топ пара И флэшдро У нас было Вот Против просто Оверпары Везде мы Ну Как сказать На одном На 50-100 Мы не очень Поехали А на том Хорошо На 25-50 Где пара Плюс А Да там Нас там Сгубили сильно Парни Здесь вообще Плюс Гляньте какой Смешной Плюс Плюс 5000 Представляете Как нас здесь Шатали в начале Вот Ааа Кокичев Ну сорян Кокичев Но ты там Постарше был Да Ты постарше был Вот Нас там Как раз Спасал Чисто Гадшот Но я ж не знал Что у тебя Флэшдро Ты хитрый какой И Главное Флэшдро Он поймал И еще и Пару Совсем Наглый Это Так нельзя Кокичев Так нельзя Когда У резака Гадшот И флэшдро Да нет Я понимаю Мастер Я понимаю Это Просто А кстати Парни Парни Сейчас я вам Кое-что покажу Вы же знаете С какого я города Все Пацаны Вы знаете С какого я города Я с города Волгоград Который называется Вот А теперь Смертельный номер Парни Смертельный номер Сейчас я вам покажу Смертельный номер Парни Сейчас я вам покажу Смертельный номер А теперь Просто Посмотрите Как называется Стол С самым высоким Лимитом На покер доме В Амаху Как называется Стол С самым высоким Лимитом В Амаху Две с половиной Пять тысяч Он называется Волгоград Парни Это Это знак Это знак Парни Это знак Что мы Сейчас сядем На него тут Че у меня тут Двести тридцать тысяч У меня всего Че Сидим Ждем Короче Сидим Ждем Жертву Сидим Ждем Жертву Ладно Все Сейчас кто-нибудь Прыгнет к нам Опа Все Все Убежали 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 Так Ладно Так Здесь Нас Надо обновить Столик Короче Вы видели Это Так Так Закругляйся В обратку Пойдет скоро Давай Обезьяну Посмотрим Ну вот Обезьяну Я включил Вот парни Обезьяна Будет у нас Здесь Обезьяна У нас Аноним Пятый Вот Это Обезьяну Будем смотреть Обезьяна Фиш Ха-ха-ха Ну как вам еще Про Волгоград Да Парни Представляете Я вот так вот Через Если мне контракт Покердом Продлит И Я Продолжу Все дела Стримить Да Вот И Представьте Я Я Вот так Уже Захожу На Стрим Открываю Свой Город Сажусь С половиной Ляма И сидим И ждем И сидим Ждем Любителя Богатого Очень Вот это Будет Круто Да Это Просто Представляете Просто Садишься За стол С половиной Ляма И такой Ха-ха Ну че Блин Это Было бы Круто Очень Привет Красава Ура Ага Да Вот Ливон Зашел Это Оказывается Ливон Зашел Просто Вон Бекер Мой Зашел И сразу Поперло Поперло Как Бекер Зашел Так Сразу Ушатали Кокичев Просто Ливон Ну ты Посмотри Просто Особо Радоваться Не надо У нас Всего Плюс 4400 На этом Столе Нас Здесь Шатали До Этого Так Что Стол Выглядит Конечно Шикарно Так Это 52 Штуки Да Но 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 Вот Так Вот ПВН Перестань Про Обратку Говорить Не Надо Не Надо Здесь Каркать Лады Давай Не Будем Это Каркать И так Далее В Обратку Закруглюсь Когда Закруглюсь Вот Так Парни Ну у нас Сегодня 120 человек Уже На Стриме С лишним Че Че Я не вижу Подписчиков Вы Че Вы Не Хотите Посмотреть Как я Послезавтра Буду 150 300 И 250 500 Что Левать Здесь Амаху Вы Серьезно Не Хотите На Это Посмотреть Или Вы Хотите Может Пропустить Это Вы Хотите Если Не Будете Подписаны Ой Парни Я Вам Очень Не Советую Это Пропускать Потому Что Я Там Просто Всех Замочу Просто Обезьяна Так Это Еще Шуточки Хаханьки Да Хиханьки А Мы Сядем Какому Нибудь Бате В Хедзап Сядем Возможно Просто Там Будет Открыт Стол Какой 250 500 Я Возьму Туда Сяду Хедзап Скажу Здорово Бродяга Давай Давай С тобой Поиграем Вот В Волгограде Да Самые Длинные Банкролы В Волгограде Самые Длинные Банкролы У парней Сейчас Я вам Покажу Это Видео Так Надо Этот Кусочек Показать Да Сейчас Блин Пацаны А где Это Где Это Где Нарезки Нарезки Сейчас Я В Ютубе Это В какой Было Нарезки Про Самые А В Самые Первые Нарезки Это Были Про Банкролы Про Самые Длинные Сейчас Надо Будет Вам Показать Пацаны Так Пока Мы Здесь Тузов Откроем Так Сейчас Я Здесь Это Нарезки Нарезка Наверное Вот Это Это Первая Была У нас Нарезка Сейчас Я Тут Быстренько Там А Вот Да Нашел Сейчас Я Вам Покажу Пацаны Сейчас Надо Как-то Нам Сгруппировать Этот Наш Стол Так Все Вот У меня Тут Со Стрима Момент Сейчас Я Вам Вы Видите Его Вот Я Сейчас Буду Здесь Рассказать Сейчас Я Звук Отключу Пацаны Слушаем С Красноармейского района У меня спросили С какого я города Суровый район Парни С какого я города Такие крайние районы В город У нас город Считается Самый длинный В Европе Потому что Он в длину Так Он Как-то странно Короче Все районы Каждый район Самый длинный Вот И Поэтому У нас здесь У всех У парней Самые длинные Тоже в Европе Потому что Город Самый длинный Вот Поэтому У нас Поэтому И девушки Самые красивые Считаются В Волгограде Потому что Они знают Что здесь Самые длинные У парней И они сюда Приезжают Так Здесь Вот просто Парни Вот Вы сейчас Послушали Да Почему Наверное Потому что Самые длинные Банкролы У нас здесь Блин И главное Знаете Вот Самое Что Меня Позабавило Вот в этом Моменте В этой нарезке Это то Что Да Дредлорд Один из Лева Один из Бекеров Меня позабавило Что я Прям с таким Лицом Серьезным Все это Рассказываю Вот просто Прям на полном Серьезе Просто Сижу И втираю Ай Блин Вот же Это Да У Левона Там 10% В пакете Он мне Написал Недавно Говорит Да блин Резак Что ты Не сказал Сразу Что ты Хорошо Играешь Я бы Говорит Тогда Больше Процентов Взял Ну 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 Так Что Это Ну Что Мне Здесь Какую-то Фотку Скинули На победу Ну Что Ты Мне Кокичев Показал Что У нас 50 на 50 Что ли С тобой Было Там У нас Там С Кокичевом Мы Кстати Не Переехали В особо Мы 50 на 50 Там Как будто Выставлялись Да Кокичев Лимон Красавчик Ты Теперь Тоже Нашей Бригаде А то Хитрец Смотрит Подсекает И Никак Не Подписывается На Наши Стримы На Мой Канал Так Видите Сразу Пошла Кокичев Отпишись Там Ты Мне Скинул Фотку Там Типа 52 Процента У тебя Все Было На Победу Или Что Там За Фигню Я Сейчас Не Могу Особо Разобраться Мне Никак Не Срабатывает Все Мне Тут Уже Я Понял Ну Все Нормально Сейчас Мы Когда Мы В конце Минусуем Фвн Мы Вначале Плюсуем А Здесь У Нас Мы Вначале Минусанули Теперь Плюсуем Так Что Это А Я Вспомнил Мысль Еще Одну Которую Я Потерял Пацаны Сейчас Так Год Бывает Только Если Вышел Срок Тебе Еще Переводят Сно Не Очень Пошел Срок Да Какой Срок У 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 Не Знаю Как Там Это Должно Отыгрываться С Минуса С Плюс Если Честно Тублерион У 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 Нам Тут В Армению Никак Не Дадут Пройти Этот Сателлит Осталось Я Так Понял 9 Человек 8 Человек Осталось А нам Надо В топ 4 Попасть Ну Что За Фигня Давайте Пацаны Уже На Аури Мне Здесь Еще Вот Нам Надо Здесь За Этим Столом Выиграть Один Боин И Уже Будет Прям У Нас Все Четенько Пацаны Все Будет Четенько Этот Мне Че Тут Мне Пишет Я Не Пойму Кокичев Братан Норм Стояли Опечатка Я Не Понял Че Там У Кокичева Какая Опечатка Он Там Сам Все Что Ну Вот Это Уже Более Похоже Кокичев Сейчас На Правду А то Ты Мне Написал Что У 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 50 Я Думаю Нифига Себе Это Кокичев Мне Скидывает Раздачу Где Ему С Гатшотом И Флэш Дро Против Его Флэш Дро И Совпадение Где Он Мне Скинул Раздачу У Процентов Я Грю Нифига Себе Ну Там Типа Просчитал В Калькуляторе Потом Мне Скинул Что У Нас 25 Всего Было Парня Процентов Вот Так Мы По Грязи Благодаря Какому То А Может Благодаря Всем Вам Зрители Мы Затащили Алл Ин В 20 С лишним Тысяч Банк 20 С лишним Тысяч С 25 Процентами Где Мы Всего Один Раз Из Четырех Вы Выграли Представляете Какая Радость Для Меня И Для Моих Бэкеров И Какое Горе Для Кокичева Я Гадкая Плохая Поговорка Просто Ты у нас Самый Олдскульный Зритель Близкий Самый Зритель И Один Из Самых Таких И Вот Знаете Есть Поговорка Горе Ближнего Веселит Особенно Поэтому Мне Ржать Все время Так Ну что У нас Здесь Смотрите Фулл Хаус Пацаны Не знаю Что там Это Будет Очень Неприятно Если у него Тоже Фулл Хаус Да Ну на чем Он мог Здесь Заколировать Пацаны Я Если честно Вот здесь Уже Боюсь Ставить Вот Правда Боюсь Мне кажется Там Девятка У него Ну на Девятке Он мог Крутить Да Ну давайте Поставим Еще одно Мало ли Ой Мало ли Ну надеюсь Он не будет Сейчас Со Стритом Нас Крутить У нас Семерка Стрит Ему Урезает Со Стритом Надо Просто Колить Страшно Пацаны Если честно Вот вроде Фулл хаус Да Но когда Вот он Такой Фулл хаус Тут типа Фулл хаусов Еще куча Есть более Старших И вроде Чек колд С фулл хаусом Играть Это как-то Прям совсем По не то Будет Парни Ну вот Отличный Конец Отличный Для нас Просто Замечательный Конец Получился Прям Господи Господи Вы что Тут все Просто Пишут Мне Нет Артур Ко мне Подписка Бесплатная Фил Никельсон Бэкингом На покер Доме Я сам Не занимаюсь Так Окей Тут какие-то Еще мне Это В общем Парни Я хотел вам Вот что Сказать Я вам Мысль Начал Говорить Свою Давайте Посмотрим Как мы Тузами Ушатаем Здесь Королей Вот Короче Я вам Сказал Что я Тренировать Тоже решил Вот Нет Вроде Пока По Предварительным Расчетам Поменьше Денег Должно В Армении Уйти Короче И Мне Люди Здесь Предложили Что Например Смотрите Я сказал Что буду За 3000 Рублей В час Тренировать В Асамахе Чтобы вы Разрывали Так же Потом Чтобы вы Потом переезжали Так же 25% Вот И Мне Люди Бекеры Посоветовали Что Ну То есть Если у человека Например Есть 20 тысяч Рублей Да Образно Он Скажет Если я сейчас Потрачу Там На обучение Отдаст Мне Да То у меня Не останется Банкрова Там Такая Фишка Будет Я Обучаю Вас Ну За деньги За ваши Да И Если Вы Я вижу У вас Искру Я вижу У вас Талант Искру Амашиста То Бекеры Вам Вас Забекерят Ну По моему Совету Я скажу Вот этого Можно Забекерить Вот Они вам Дадут Банкров То есть Вот такая Тема То есть Если у вас Сейчас денег Мало Но вы Хотите Научиться Играть И играть Подниматься По лимитам То вы Можете Эти деньги Мало Ну Попробовать Поучиться У меня Вот И Если Я Увижу Что У вас Там Хорошо Получается Что Действительно Дисциплинированный То вам Банкрол Бекеры Вас Забекерят Ну А дальше Первый пакет Начальный Понятное Дело Небольшой Будет Посмотрят Как вы Вообще Надежный Человек Или нет А дальше Уже Как у меня В общем Я первый Пакет Сделал Маленький Пакет Сделал На 80 Тысяч Ну Это Не такой уж Маленький Пакет Короче У меня Один Пакет Потом Сразу Следующий Выше Лимит И потом Следующий Третий Уже На лимиты 50 100 Меня Забекерили И вас Точно Так же Ну Там Сначала Определенные Одни Лимиты Вы там Если Хорошо Отыграли Потом Тут же Можете Создать Пакет Еще Один И так Далее Вот В общем Такая Вот Эта Идея Если У вас Там Образно Да Там Есть Какие То Деньги Которые Вы можете Вложить В обучение И вас Забекер Тогда Опять же Если Вы будете Относиться Ко всему Серьезно Потому Что Если Тут Главная Дисциплина В Амахе Главная Дисциплина Потому Что Если Вот Вы будете Соблюдать Все Правила Играть То Вы будете Плюсовать Вот Ну И дальше Вы точно Так же Тык Тык Благодаря Бекера Можете Быстро Подняться По Лимитам И На тех же Условиях Например Да Там Можете Еще За счет Рейкбека Как-то Зарабатывать Если Будете В плюс Пакеты Играть Рейкбек Там Ван Ну Там Уже Разные Например Эмирх Он Сразу Пакет В пакет Включает Рейкбек Весь Независимо От профита Вот Я Не Включаю Я Только Если Минусовый Вот Поэтому Ну Ну да Мистер Смит Играть Со мной Вам Дороже Может Обойдется Вот Такие У нас Скилл Скилл Игры Да Знаете Как говорят Надо Против Регов Играть Чтоб Скил Игры Увеличивать Но Против Регов Таких Тоже Да Нормальных Против Нитов Ты никак Не увеличишь Скилл Игры Против Нита Какого Нибудь Рега Поэтому Парни Так Сейчас У меня Антивирусник Обновится Ну видите Мы пока Сейчас Что-то Уже Пошло У нас Я же Хотел Все-таки Стрим Мой Заключительный Который От Бекеров Я Играю Да Я Хотел Все-таки Его Провести Удачно Вот Мы Карали Тут Вроде Б Всех Негодяев Мы Покарали Так Кокичев Ну Ты Конечно Извини Ну Ты Тоже Нас Убивал Бывали Моменты Когда Ты Тоже Нас Убивал Согласись Так Давайте Мы Сейчас На Такой Руке Зайдем В Армению Я Прям Если Честно Хочу Хочу В Армению Съездить Я Не Знаю Бакс Баня 34 Такой Беспалево Землякам Я не знаю Я может быть еще подумаю Парни По поводу Какого-то Группового Занятия По поводу Группового Занятия Где Там Вам Нужно Будет Например На 5 Человек Да Вы Скажем 5 Человек Скидываетесь По 800 Рублей Например 4 1000 Будет стоить Групповое Занятие Так как С вами Со всеми Надо будет Это Уже Будет Вам не 3000 Час А 800 Рублей В час Например Вот Но Больше 5 Человек Я не хочу На групповое Занятие Я вам Также Буду Все Объяснять Но Я Про Этот Момент Я еще Не знаю Как Это Просто Мне кажется Персонально Когда Все Говоришь Ну Я не знаю Как это Будет Вопрос Если В это Групповое Занятие Как Вы Там Будете Вопросы Все Задавать И Может Быть Я буду Объяснять Кому Другому Будет Считать Что Просто Тратится Его Время Пока Я Объясняю Одному Человеку Вопрос А Вопросы После Группового Занятия Отвечать Тоже Мне Как-то Время Тратить Особо Уже Не Хочется Вот То Есть Ну Но С другой Стороны Можно Послушать Вопрос Ответ Который Задал Другой Человек Ты Все Рано Не За 3000 В Час Сидишь А За 800 Рублей Все Это Слушаешь В общем Надо Подумать От вас Может Тоже Какие Идейки Как Это Все Лучше Сделать Потому Что Понятно Дело 3000 В Час Это Не Так Уж И Дешево Как Кажется Ну Как Кажется Просто Парни Да Я же Время Своё Тоже Ну Я Могу Поймите Тоже Да Я За Этот Час Могу Заработать На 50 100 И Побольше Ну Могу И В Час И На Данный Момент Я Решил Такую Цену Сделать Что Три Часа В Час 3000 В Час Вот Ну Плюс У меня Стримы Я говорю У меня Подготовка К стримам Все Такое У меня На Семью Вообще Почти Времени Не Остается Вот Единственное Может Съездим От Стримов Слегка Передох Ну Хотя Мне Стрим Очень Нравится Для Меня Стрим Это Всегда Праздник Профессор Поэтому Не хотят Нас Кстати С этого Турнира Хотят Чтобы Выиграли Путевку В Армению Все Таки Здесь Никак Мы тут У нас Оставалось Вообще 5000 Нас Это Поудваивали Вот Ум Пум Пум Так Ну А вы Подписывайтесь На мои Эти Еще Там Группы Всякие На YouTube Канал Все Это У меня На Твиче В Описании Там Ниже Есть Про Меня Раздел Везде Подписывайтесь Там Будет Выкладываться Вот Например Сегодняшнего Стрима Кто Не Сначала Смотрел Потом Мне Делает Левиоса Хайлайты Нарезку Лучших Моментов Самых Крупных Банков Где Я матом Ругаюсь Громко Где Я Радуюсь И Все Такое Короче Чисто Такие Лучшее Да Стрим От Такого То Числа Лучшее Вот Тоже Это Очень Интересно Смотреть И Нарезки Поверьте Мне Делает Прикольные Очень Мне Нравится Со Всякими Вставочками Там Из Фильмов Из Мультиков Вот Поэтому Так Сейчас Я Проверю Что У нас Там Финансы 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 Тра Та 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 Так Ну Мы Сейчас Только Примерно В ноль Вышли Парни Там Плюс Минус Тыща Но Это Как-то Несерьезно Да Получилось Привет Объясни Вкратце В чем Хайло В чем Как Хайло Играть Плиз Ну Как В хайло В хайло Нужно В идеале Собрать Две комбинации Это Хай Это Старшая Как в Любой Обычной Амахе Так У нас Здесь Подождите Сейчас Стрит У нас Здесь 7 Нет Стрита Да Не будем Тянуть Нужно Собрать Старшую Комбинацию И в идеале Чтобы У тебя Еще Была Младшая Младшая Комбинация Ло Это От Одного До Восьмерки Ее Собирать Надо Но Чем ниже Тем Карта Тем Она Лучше Считается То есть Туз 2 3 4 5 Самая Ло Считается Низкая Туз За единичку Считается И Когда ты Собираешь Стрит Туз 2 3 4 5 То Это У тебя Стрит Считается Старшая Ну Как Карта А Туз 2 3 4 5 Как Самая Лучшая Ло И Это Считается Одной Из Сильных Комбинаций Наци Ты Забираешь Точно Либо Забираешь Либо Делишь Ну Младший Банк Короче Сейчас Блин Я Уже Под конец Стрима Сейчас У меня Мозг Взрывается Если честно Ну че Ушатаем Здесь Ушатаем У нас 2 пары Флэш Дро И стрит Дро И гатшот 2 пары Стрит Дро И гатшот Парни Давайте Мы сейчас Здесь Давайте Болеем Болеем Пацаны Верховный Красавчик Ты теперь Тоже На нашей Бригаде И смотрим Этот чудолын Парни Мы должны Его втащить Сейчас Сюда Жирот Сюда Сюда Род Пацаны Пацаны Ой пацаны Ну как вам Концовочка Стрима Прям Под Верховного Под его Этот Как его В хайлайт Войдет Верховный Ты только что Подписался В такой момент В такой момент Подписался Когда Мы выиграли Такую Банчеллу Просто Просто Покарали Пацаны Давайте посмотрим С чем они были Еще раз Повнимательнее Посмотрим Да Ну как с чем Они были Сказать вам На флопе Мы пошли Ал ин Да Смотрите На флопе Пошли Ал ин У этого Было Гатшот У верхнего Гатшот И флэш дро До короля У этого Овер пара И флэш дро А у меня Две пары И флэш дро Флэш дро То есть Мы друг другу Блочили Правильно Мы бы флэш дро Не боялись У нас две пары То есть Десятка здесь Тоже ничего не дала И мы бы даже Нам Если бы фл хаос Не заехал Мы бы все равно Выигрывали Мы здесь очень хорошо Стояли На самом деле И все Законно Законно Ну Этот Та 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 Шар Кит Я особо Сам в нее Нет Я просто Тебе сказал Что там Туз Комбинацию Собираешь Эту Вот Короче Мы сейчас На такой уже Ноте Будем заканчивать Сейчас стрим Уже Я думаю Это что-то я кушать хочу А там меня Суши Роллы ждут Все дела Вот Которые у меня Сегодня в начале Стрима Если вы помните Взбесили сильно Обезьяна нам говорит Что чехлит Там по страшному А ну обезьяна Смотрите Да обезьяна Здесь уже 90 штук 90 штук набило Обезьяна Да Вот он сидит Уже у него 300 бб стек Эх парни Руки у меня чешутся Тоже пойти туда Ох чешутся Ну по пакету Сейчас закончим И пойдем И пойдем Бабки рубить Пойдем на высокие Рубить бабки Там же Играют Любители Те же самые Еще хлеще Чем Этот Прям хоть пакет Пакет создавай На 150-300 Пацаны Ну это сколько Тут надо Это Миллион Миллион Надо просить денег Ну половину Я от себя добавлю А полмиллиона Бекеры скинутся И все Че Полмиллиона Я Полмиллиона Бекеры И вперед 50 на 50 Пакет 150-300 Разрывать Разрывать Вот Ну это все Мечты Мечты Конечно Таких пакетов Наверное Не бывает Расшарки Расшарки Красавчик Теперь тоже Нашей бригаде 3-4-5-6 Таблируем Как ты Я быстро скинул Я не знаю Че там было Может я Позашпарк Я же говорю Стрим Когда идет Я иногда Выкидываю Это Нормально Да там Мы втащили Банчеллу Парни Просто Как Как папашки Просто Втащили Да Прям Ливон Ливон Туда Ну Ливон Я там уже Все рассказал Что Видите Ливон Пришел Сразу Один Ливон Второй Шатаем Просто Пацанов У меня правда Сегодня под утро Подождите Сегодня утро Было Да Под утро У меня сегодня Говна Лидин Я вам да В начале Стрима Говорил Под утро Говна Лидин Зашел С двумя Тысячами Представляете С двумя Тысячами Зашел На 25-50 На анонимный Стол Ушатал Меня на Двадцатку Просто За 10 минут Вот ему Прям Все переезды Переезд 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 Ну как Он один раз удвоился А дальше Тык Тык И И угадайте Что в итоге Он ушатал Меня на Двадцатку И убежал Я зашел Ну ко мне Игра Была на 50-100 Я там Десятку Отбил Минус 10 Уже Столы Разваливаются Все Я пацанам Написал Говорю Ну вы че Говорю Бродяги У меня только что Говнар какой-то От хит эндранил На 25-50 Говорю Я сейчас под утро Заканчиваю В минус 10 Мне говорю Западло жесткое Короче В минус 9 Я выиграл у них Тысячу рублей И спать пошел Думаю А то сейчас замажусь И до обеда Уже Я буду никакой Вот А теперь это Законник Ааа Подожди Я Кокичева Кокичева Ушатал Опять Да Ааа Нормально Верховный Верховный Один урок С меня Да Чувствую полет С Верховного Теперь За такой Блин Насдак Я не знаю Насдак Я ни разу не видел Ника Насдак Разрывает он там Дредлорд Я не знаю Кто это такой Насдак Но Но Я с Ты кто таким Ты кто такой Со мной играли Мы играли с ним По три стола Играли Он Хедзап Со мной не играет Ты кто такой Вот Аа Ну Правильно Че Че со мной Хедзап играть Я же Разрыватель Хедзапный Хе Со мной Никто не играет Хедзап Так Резак Кол Вот Меня уговаривают Резак Кол Вот Видите Ну че Будем коллировать Одно раз Просят Пацаны Ну все Вероятность Что у него Сет тузов Намного ниже Парни Теперь Да Вот Если честно Вот Мне не верится Что у него Там Есть Что-то Такое Вот Что должно Быть Какая там Должна быть Рука Как вы Думаете Ну Я думаю Там ряд И он Просто Изобраз Зрителю Отцепь Ну Мне кажется Гонит От парня Ну Давайте Ладно Не будем Не будем Играть Ну Прям Очень Уверенно Ставит Ну Просто Смотрите Какая У него Рука Туз Что-то 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 Там Он И Туз 4 У него Там Или У него Знаете Типа 4 5 6 7 8 Ну Ладно Выкинем Не будем Это Да Да Жена Не работает В общем Все на мне Парни Держится Все на мне Так Я не знаю Насдак Да Правда Я не знаю Этого парня Вот Но Я не думаю Что он там Где-то будет писать Я не думаю Что это Ты кто такой Насдак Одно и то же лицо Если честно Просто Ты кто такой Он Какой-то Известный Игрок Который Не хочет Политься Просто Понимаете Насдак Он как-то Еще на стримах Где-то там Светится Он Ты кто такой Я его хотел же На стрим позвать Он сказал Я не могу Оформляться Я не хочу Чтобы знали Кто я Вот И Понимаете Я Вот я про Насдака Не слышал И мало Кто здесь Вот сейчас Из зрителей Да Например Они скажут Насдак Там Это какое-то Крутое Это да Ну например Взять Каких-нибудь Джипси Крутых Амахеров Да Там Альтшулер Не остержет Там Да Например Про них Многие знают Даже Вот у нас Сейчас Здесь А Насдака Я не знаю И Скорее всего Я больше Думаю Что это Какой-нибудь Из тех Вот Людей Чем Насдак Ты кто такой Например Вот Так Как тебе Покер Дом Как Рум Ну конечно Лучше Ташир Кит Здесь Поляна На ПС Никогда Тебе Так Не дадут Денег Как Здесь Во-первых Во-вторых За счет За счет Того Что Здесь Анонимные Столы Здесь Не видят Кто там Сидит И На Старзах Если Какой-то Слабый Садится Любитель То На него Очередь Сразу 200 Человек Выстраивается А Здесь Анонимные Столы Ты не Видишь Кто Там И Очередей Нет На Высоких Лимитах Когда Там Кто-то Слабый Заходит Вот Вот Я тоже Думаю Что Это Не Насдак Все Так Я Так Думаю Со Старзов Он А ты Кто такой На всех Высоких Сидит Лимитах Ну Ты Кто Такой Я Не Знаю И Он Не Хочет Я С ним Играл Я Говорю Я Тебя Хочу На Стрим Позвать Он Говорит Дай Мне Свой Скайп Он Говорит Я Не Могу Может Быть Когда Нибудь Я Приду К тебе На Стрим Я Просто Говорил Что Зрителям Будет Интересно Послушать Тебя Там Где Ты Играл Потому Что Ты Топ Рег Топ Выигрыватель У нас Считаешься На Покер Доме Я Написал Легенда Ну Че Пацаны Поедем Тут Ну Гатшот Если Что Есть Даже Два Гатшота На Семерку И На Валеты Да Поэтому Против Сета Адам Конечно Плохо Будет Ну Против Этого Мы Здесь Вообще Забавно Стоим Забавно В смысле Хорошо Ну Че Парни Я Лопату Сейчас Денеги Денеги Пока Пацаны Деньги Отгребаю Лопатой И Сюда Немного Еще Подкину Короче Все Хорошо Все Хорошо Что Хорошо Кончается Короче Парни И Я Все Таки Попробую Еще Раз Заманить К нам Этого Нашего Ты Кто Такого Пусть Он Нам Расскажет Какой У него Банк Ролл На Покер Дон И Сколько Он Держит Банк Ролл Да Пусть Он Расскажет Нам Как Он Там Пилился Сколько Он Выигрывал Самый Большой Выигрыш У него Был Да За День Самый Большой Проигрыш За День Короче Можно Много Вопросов Таким Людям Позадавать Да Интересных Вот Нескромных Нескромных Вопросов Вот Так Что Это Да Понимаете И он Катает Без боли Просто Пацан Ему Хорошо Вот У нас Боксбани Да В Волгограде Хуй где работу Найдешь Нормальную Поэтому Только Покер Остается Это Не Мэй Жизнь Заставила Парни Меня Жизнь Заставила В Покер Пойти Ну а Дальше Жизнь А дальше Уже Жизнь И Покер Стар Заставили Меня В Амаху Пойти А потом Они Еще После То Как Заставили В Амаху Пойти Сучились И убрали Секу Вип Программу Свою И заставили На Покер Дом Прийти И я Ни капельки Не жалею Покер Дом Это Самая Сладкая Поляна Парня Самая Сладкая Хотите Зарабатывать Деньги Приходите На Покер Дом Вот Просто Да Бывают Здесь Переезды Бывают Моменты Когда Мне Многие Говорят Что ГСЧ Здесь Отличается От Других Румов Но Бывают Моменты Когда Вам Ну Просто Такое Совпадение Кажется Вам Так Парня Вот Было Я играл Степом Хэтзап Ему За час Три раза Каре Размали Три раза Каре За час Парня Причем Один раз У меня был Нацовый Фулхаус На тузах А у него Было Каре Я ему Еще Весь Стэк Отгрузил Но Я Не печалюсь Я Потом Я Все Отбил Это Понимаете Я Все Отбил Покер Да Потом Возвращает Кто Да Он Это И Есть Серьезно Ну Это Это И Есть Ты Кто Такой Насдак Что-то У нас Здесь Странное Что-то Намечается Парня Против Обезьяны Так А здесь У нас Опа Пошла Пошла Парня Музычка Музычка Ну так Чекнем Две пары Есть Там Сет Вика Ты Что-ли Не верю Вы про Че Вкила Вкила Ты кто Такой Не Насдак Вот Здесь У нас Пошло Пошел Срач Парни Срач Пошел Питерский Ну С Питера Много Людей Играют Не обязательно Это будет Насдак С Питера Куча Людей Играют Питерский Рек А я Волгоградский Рек И че Теперь Че Теперь Я Наверное Единственный Волгоградский Рек Да Вам Аху Не Я пока Только Депаю На ПД А Шкила Ну Блин Депаешь Ну Все Когда-то Рано или Поздно Депают Так Парни У нас Здесь Пеханина Пошла На Туздам Ну Такую Сейчас Подроки Бальбо Да Сейчас Это Нормально Ворвемся Нормально Нормально Пошла Жара Так Парни Дай Не забывай Мне Там А то Я Как этот Как какой-то Ущербный У меня Рейтинг На джипсе На моем Рейтинг На джипсе На канале Ну Просто Стрёмно Смотреть Все Пишут Мне Блин Резак У тебя Крутые Стримы Резак Там Туда Сюда А Рейтинг На моем Канале Ну Говно Какое-то Ладно Я шучу Мне Я не гонюсь За рейтингами Мне Главное Делать Крутой Контент Крутые Стримы Делать И все Чтобы людям Они нравились А рейтинги Это Я сам знаю За себя Что у меня Крутые Стримы Я сам Знаю Можете Считать Что я Выпендриваюсь Но Так Нет Не работает Не работает Некоторые Говнори Которые Пытаются Здесь Играть Потом Их Наказывают За Это Так Особенно Где он Живет Это Вообще Можно Сказать Другой Город У них Гетто Гетто Парни Так Так У нас Тоже Есть Такие Райончики Парни Что там Они Спрашивают У меня А Там Что-то Отцепь Отцепь У меня Говорят Отцепь Здесь Говорят Отцепь Резак Отцепь Бабла Нет Парни Извините Сегодня Не Отцепаю Сегодня Поначалу Стрим Отцепал Да Поэтому Мы Сейчас Только Тут Что Будем Калировать Парни У нас Два Бэкдора И Гатшот Мне кажется Надо колить Стэки Глубокие Все Умерли Все И Маленький Момент Просто Вот видите Что пишут Резак Ты всех Нас Разрываешь У нас Скоро Закончатся Деньги Ну Меня Тролят Конечно Я понимаю Вот Но В каждом Троллинге Есть доля Правды Парни Есть доля Троллинга Да Короче Все у нас Парни Теперь у нас Главная задача Выяснить Кто же Ты Кто Такой Кто Это Кто Такой Есть Варианты Конечно Но Не знаю Еще Мне Сегодня Мне обезьяна Сказала Что Появился Еще Один Чувак Который Открывает Столы Высокие Знаете Кто Это Чез Кто Там Чез Чез Мастер Что Такой Появился Может Вы Видели На 25-50 Он Иногда Играл Я Еще Глумился Над Ним Он Все Долго Думает Я ему Пишу Братан У нас Тут Не Шахматы У нас Блиц Блиц Амаха Вот Это Ну Короче Хотел Заканчивать А тут Прет И прет Парни Да Как тут Закончишь Когда Прет Так И Как Турнир Доиграем Короче Закончим Вот так Давайте Вот такое Для себя Поставим Точно Точно Ливиос Я не знаю Ну я Просто Не знаю Амаха Это вообще Не очень Еще Популярная Да Гласитесь Это не Особо Популярная Еще Дисциплина И То что Есть В Волгограде У нас Реги Понятное Дело Мой же Друг Лучший Который Зум 500 Играет В Холдом Ну Он Понятный Рег Рег Всем Регам Вот А так Мамаху Я не знаю Нет Мож есть Конечно Это я так Шуткаю Я парня Шуткаю Вот Хотел вчера Стрим Подрубать А что я Кстати Когда играл Это на финалку Вышел Этого Санды Ченца Думал Я там Почти Чипакон Вышел Думаю Стрим Врубить Может Потом Думаю Не Сейчас Врублю Стрим И сразу Вылечу По законам Вселенной В итоге На пятом Вылетел Вот В общем Все Что-то Гляньте Перестало Нам Заходить Попадать Ну В Армению Мы должны Парни В Армению Мы должны По-любому Пойти Этот турнир По-любому Конечно Выглядит Да Забавно Я сижу Здесь Прохожу Турнир В котором Вход Сотка А здесь У меня 27 тысяч Да Там 60 тысяч Но я Там Жестко Усираюсь И потею Чтобы пройти Сателлит За 6 тысяч Вот Но Да Я Этот Ташер Кит Я Сказал Уже Чтоб На Выходных Как Санды Ченс Точно Так же Сделали По Амахе За 20 Долларов За 20 Долларов Турнир Вот Типа Тоже Такой Будет Глубокие Стейки Все дела Воскресный Турнир По Амахе За 20 Короче Они Там Сейчас Будут Делать Скорее Всего Блин Плюс Ану Выбросил А ты Че Такое Мва Не пойму Мне Вот Сейчас Сколько Время Сейчас 11 Час Мне Кто Там В Дверь Скребется Че Парни Я Отойду На Секунду Мне Кто В Дверь Стучит Я Не пойму Че За Дела Раздача Идет У нас Здесь Раздача В этой Блять Да что ж Нам кто-то Докопал Уж 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 А мы что-то не включаем Может ты выпьешь, пожалуйста, таблетку и все? Таблетку-то я выпью, мне надо Кириллыч Так, все У меня тут, блин, все бросилось Так, короче В центре полюса новая Давай Ой, так, все Все, мы сейчас тут Надо уже заканчивать У меня тут бабушка пришла просто Давление Тонометр Так Так, что четверочки у нас сейчас удваиваются? Это кто в центре района? А, я в центре Я в Красноармейском живу На юбилейном Баксбане Так что, не знаю Как это Ух Так Ну, короче, сегодня будет у нас Забавная нарезка в этом стриме Должна быть У нас были Такое начало Такое будет, знаете Где я Блять Роллы сраные Никак не привезу А потом Это Такая Козырная Концовочка Блин, парни Вот мы крутые с вами Вот мы с вами Крутые Я даже Депозит Не сделал Этот Свой Коронный Забыл Про него Совсем Но мы вышли уже В Плюс 15 тысяч Как вам, а? Как вам? Учитывая, что мы вначале просили Сурово Сурово просили Но я вам говорил Я вам говорил в начале стрима Я Не отступаю И не сдаюсь И шутка От меня в начале стрима Была после 5 минут И его начала Если вы помните Я говорил Все, сворачиваем стрим Топор А, плюсанул А, все, спасибо Спасибо, спасибо Понял, понял МВ, Оксандер Топор возьми с собой Топор Да нет Там бабушка пришла Бабушка у меня Просто на площадке В соседней квартире живет Вот И это Так что без топора Обошлось все Да кто тут вообще Ну мне тут уже Блайнды отдают Вообще, гляньте Сейчас чувствую Затащим этот сателлит Моя В общем, пацаны Видите Начало было ужасное Но Мы не сдались И в итоге В плюс 15 Все-таки вышли Вы сейчас скажете Да ты, блин Плюс 15 Это полтора баи На всего На 50-100 Да Такие стеки набил Да, парни Нелегко было Нелегко было Но мы же все-таки Вышли в плюс Да А если бы нас в начале Не ушатывали То Вообще бы классно Закончили этот стрим На рекордном Каком-нибудь этом Три пары у нас здесь Эти все три пары Мы можем использовать Как блокер Мы поставим сейчас Вот так Блокер на фулл хаус Чтобы ему стрит И флэш выбить То есть 8-10 8-6 У нас Шестерка Восьмерка Десятка Все эти Карты Блокировали ему Фулл хаус Вот так Видите как мы Мало ли там у него Сейчас стрит или флэш Какой-нибудь Залетный бы оказались Да я Так жаловался Мне просто неприятно было Что мне там Знаете Вот если посмотреть Там нажать на крестик Да На этот Ну вот нажать На рейтинг канала У меня там Минус 23 парни Парни Минус 23 Вот там плюс 61 И минус 23 Ну вот скажите Вот скажите Пацаны Скажите За что мне За что мне нахерачили Минус 23 Вот что я Что я Кому и кого я обидел Парни Кого я обидел Что мне минус 20 23 минуса поставили Не ну какие-нибудь Завистливые упырюги Которые не умеют Играть в амаху Могли мне минусы ставить Которые что-то пытались Пошутить Тупо Тупо Пошутить По поводу того Что я прыгаю На стримах Или что-то еще Которых я банил Говорил Идите Братаны Могли там Напакостить И поставить минусик Но так-то Ну да Центр района Могу сказать Моего да Вот Поэтому Я просто думаю Блин Вроде мне Так все люди пишут Там мы твой стрим Ждем Там знаете Ну реально Приятно Там мне говорят Блин Там давай Заждались мы Стримов твоих Там давай Врубай А потом смотришь А там 26 минусов Думаешь Блять За что За что-то Им не понравилось Вот Ну да Центр бульвар Ну тут одна остановка Там Почти Одна На трамвай Вот А ты С какого района Баксбаня Ну что Неплохая рука Кстати Да Такие Одномастные короли А туз А туз блокирует Пару тузов Другим Да По-любому Надо Агаси Ван Садиться Но Сегодня я еще По пакету Играю Вот как Доиграю Сегодня В ночь По пакету И На следующий стрим Будем прыгать Куда хотим Будем прям Хопа Че Че 250 500 Иди сюда Че там 500 тысяч Не не пойдем На 500 тысяч Не пойдем Но на 250 500 И 150 300 Че Иди сюда Давай Че Давай Один на один Пойдем Выйдем Короче Будет весело Падаю Всем советую Следующий стрим Смотреть Я вот сейчас Бодрюсь Бодрюсь Я к следующему стриму Как Без Без ауры Бекерской Как На сосу Нет Такого не будет Фу Я вот знаю Заметил Все Материализуется Я выиграю Я выиграю К следующему стриму Я буду уже С банкролом Полмиллиона Парни К следующему стриму Буду с банкролом Полмиллиона Вот Так что Мы подойдем Основательно Серьезно Серьезно Это как раз Примерно 15 баинов Будет 150-300 Да Полмиллиона Звучит А 15 баинов Как-то не очень Та-ра-та-там Так Ну тут мы Выкинем Ну Гвенти Я сказал вам Вот этот турнир Как вылетим Ну а Мы с него Прям Ну не желаем Вылетать Никак Не хотим Вылететь А осталось Ты посмотрите Пацаны Я не ошибаюсь У меня не глючит Парни Шесть человек Осталось А топ-4 платят Парни 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 Нам здесь Пересидеть То надо Двоих Всего Двоих И мы будем И мы будем Молодцы Ой братан Это там Обезьяна У нас Да Че будем Обезьяну Морозиться Мы прочекали Вот такой Хлоп Как будто Нам вторая пара А Ливон Да мне На канале На На джипсе На джипсе Канал у стримеров Как бы свой Вот Ну И Здесь мы Я думаю Че Будем Обезьяну Пихать У нас Семерка Есть Что Стрит Ему Блокирует Вот И А Сварашилов Скоро В общем Когда Через джипсе Мой стрим Смотрят Там Мне Ставят Минусы 26 Минусов Наставить Обезьяна Сейчас скажет Колю Обезьяна Это Прям Доборная Ставка Вот Вражья Морда Обезьяна Просто На дамах Гляньте Но Обезьяна Отморозок Надо Ему Хоть Смайлик Поставить Отморозок Ясно На Классе На Классе На Классе Мне Нравится Обезьяна Обезьяне Нравится На Классе Это Что Такое Там Господи Реально Похож А На Кого Похож На Меня Правда Похож Тип Жесть Правда Прикидывайте Там Мой брат Близнец Просто Блин Хелфинг Хелфинг 86 Красавчик И Теперь Нашей Бригаде И Балава Красавчик Тоже Нашей Бригаде Так Ладно Сейчас Мы Тут Уже Шутки В Стороны Блин В Натуре Похож Вот Это Да Надо Турнир Этот Ну Я Там Дал Задание Начальству Как вам Такая Фраза Дал Задание Начальству Я Попросил Начальство Покердома Чтобы Они Сказали Это Не Они Это Надо Тому Кто Игру Саму Делает ГСЧ Это Они Должны Сделать То есть Не Сам Покердом А Контора Которая ГСЧ Поставляет И Они Должны Будут Сделать Вот Этот Турнир Вот То есть Сейчас Это Начальство Мое Направит Запрос Туда А Те Будут Делать Его Короче Тут Такая Вот Схема Тут Так Все Просто Парни Не Происходит У них Там Еще Как-то Почасовая Какая Там Это Ну Короче Я Попросил Сделать Игры Всякие Типа Стат Там Хайло Ну Всякие Бадуги Они Сказали Это Вообще Там Года Два Надо Делать Дача На Шлюзах А Ну Ясно Дача На Шлюзах Да У нас Тут Блин Короче Пока Наверное В ближайший Месяц Еще Турнера Не Будет Но У меня До 22 Июня Контракт Парни С Покер Домом Если Мне 22 Июня Продлят Контракт Если Зрители Будут Регистрироваться Вот По этой Ссылочке Покер Дом Которая У меня На Канале Твича Вы Там Кого Нибудь Подбивайте Своих Кентов Если Вам Не В подляк Парни Вот Кто Нибудь Захочет Да Например Или Вы Захотите Или Кто Нибудь Из Ваших Друзей Знакомых Захотят Зарегаться Ну Вы Киданите Ссылку Вот Эту Которая У меня Покер Дом Красненьким Вот Сделайте Приятно Мне Я буду Делать Приятно Вам Продолжая Стримить Вот Если У меня Контракт Этот Продлят Потому Что Во время Стримов Чуть Хуже Игра Идет У меня Отвлекаюсь На Чат На Все Остальное Вот Поэтому Уже Кушать Хочу А там Еще Суши Роллы Парни Так И ждут Меня Да Так И ждут Меня Ну Вот Видите Вот Такой Типа Зипа Кобра Вот Таких Я баню Че ты Дергаешься Потому Что Мне Нравится Дергаться Я Прыгаю Я Не Дергаюсь Я Прыгаю Я Вообще Вот Так Прыгаю Когда Играю Так Что Если Будешь Что Это Говорить Я Буду Вот Так Прыгать Тогда У Тебя Точно Все Заребит В глазах Вот Так Что Радуйся Братан Что Я Вот Так И Вот Сейчас Я Сказал Этому Рыжая Зипа Кобра Да Не Совсем Ему Приятные Слова И Он Пойдет На Джипсе Тим И Залепит Мне Минус Как Делают Все Такие Ребята Все Просто Вот Мистер Смит Банкрол Свой Можно Увеличить Не Делай Депозит Это Создать Пакет Тебе Пробекер От Бекеры Если Ты Не Хочешь Выигрывать Просто Или Выиграть В общем Два Варианта Либо Выигрывать Либо С Бекерами Заключить Договор Ты Можешь Например Часть Твоего Банкрола Вложить В Пакет Ну То Есть Не 100% Тебе Бекеры Дают Денег А Например У Тебя Есть Своих Тан 30 Ты Создаешь Пакет Например На 60 Ты Половину Горишь Не Себя Ой Я Красавчик Ты Тебе Тоже Наша Бригадина Может Неправильно Твой Ник Извини Прочитал Если Это Но Ты Молодец Теперь Будешь Смотреть Лютую Амаху От Резака Подписывайся На Всякие Мои Еще Ютуб Канал Группу Вконтакте Там Анонсы Стримов Свежие Нарезочки Стримов С лучшими Моментами Все Короче Там Капитан Там Короче Парни Стань Стримером Это Ну что Пиханем Такую С даму Пиханем Я думаю Тут Вот В общем Пацаны Сейчас будем Обезьяну На классе Обыгрывать Но обезьяна Там конечно Как отморозок Вколил Серьезно Парни Там и король И стриты И две пары Он просто На дамах Но это Выпендреж Был Это был Левый Выпендреж Парни Не выпендривайтесь Так Левым Выпендрежом Вот И вот Опять пошел Левый Выпендреж Обезьяна Обезьяна Он так делает Против Минта Навсегда Вот Блядь Если там И у него Сейчас Девятка Будет Трипс Это будет Жесть Парни Вот видите Я же говорил Левый Выпендреж Обезьяна Сейчас Это Румы Постоянно Там идет Какое-то Улучшение С разрывами Связи Стараются Там Как-то Что Все лучше Лучше Мне просто Рассказывал Глав Глав Покер Дома Что там Они делают Какие изменения Вот Поэтому Например Вот там Рейк снизили Да Там Два раза В турнирах Ну Это легко Они Взяли Сказали Снизить Рейк Это даже Сам Покер Дом Он взял Бои Не может Изменять А Чтобы Там Добавить Какую-то Новую Игру Раздачу Карту То Уже Они Не Могут Так Сами Так Привет Привет Керат Привет Тесачок Да Ты уже Жбыл у нас Керат Ты уже Отходил Что Ли Опять Подошел Пацан Нормально Здесь Да У нас В этом Просто Просидел В сетауте Тихо А здесь Мы Обезьяну Опять Сейчас Будем На Классе Шатать Парни Ушатаем Обезьяну На Классе Как Он Любит Говорить Так И Ну что Парни Шатаем Обезьяну На Классе Давайте На Здесь Стрит Видали Соскочил Обезьяна Скажет Два Раза В одну Яму Снаряд Не попадет Сейчас Это точно Уже Зак Стрит Так На Классе Ну это Типа У него Класс Уровень Игры Высокий Типа Он Думает Это Не Ну я Ничего Не говорю Обезьяна Хорошо Играет Чуть Похуже Чем Я Вот Это И Но Тоже Хорошо И Поэтому Он Типа Для Стримов Я ему Написал Что Он Прикалывается Парни Он Знает Что Я Стрим И пишет На Классе Типа Короче Так У нас Здесь Мы Один Два Три Четыре Пять Парни Пять Человек Осталось Я Обещал Как бы На этом Турнире Сейчас Он Закончится Сейчас И мы Стрим Тогда Будем Заканчивать Ну Да Бекером Нужно Ну Вот Меня Например Про Бекерили Я Никаких Результатов Я Просто Знаете Как Написал Мой Первый Пакет Я Говорю Я Пишу Так Я Резак Умбряк Я Крутой Рек В Амахе На Покердаме Меня Все Знают Работаю Я Сухарем Короче Я Написал Что Меня Все Знают Я Там Так И Так Бекер И Меня Вот И Все Никаких Результатов Я Не Был Но Там Многие Уже Тогда Знали Реги Опять же И У меня В первом Пакете Реги Которые С которыми Я играл На Лимите Доли Купили А Бекеры Сами Не Купили Вот Потом Уже Во Втором Пакете Ну Я Вообще Не Стал Кажись Да А Потом Со Второй Попытки Когда Я Стал Стримером Ну Наверное Бекеры Подумали Может Не Знаю Почему Надо У Ливона Спросить Почему Меня Второй Раз Пробай Кирили Первый Раз Не Стали Второй Раз Стали Ну А Потом Уже Третий Четвертый Пакет Уже Понятное Дело Уже Все Это Мультика Просто Подковкой Тын-дын-дын И золотишко Летит Это я шучу Парни А то сейчас Начнут появиться Опять какие-нибудь Эти Да Вот ты так Выпендриваешься На стримах Ты так Выпендриваешься Ты такой Лох Ты выпендриваешься На стримах Меня такие Ребята Просто умиляют Так И Вот тебе Минус на джипсе Нет Парни Меня это Совсем Не цепляет Резак В очке Лувак Да не за что Тебе пока Минус ставить Тем более Амашку Я люблю А вот Покердому Я бы Минус поставил Вернее Для себя Закрыл А там Два Турика Затащил На одном Поднял 40 косарей Тут нам Какая-то Кулстори Идет Парни А они Начали Мозги Бать С кэшала Там пришли Тесю Вместе С мозгами Ясно Все На квасе На квасе Да Наверное На квасе А не на квасе Ну я зашел Олежку Поставил А что за Олежка И ударил Нахуй Что такое Олежка Я не знаю Так Ну Вообще Даже кого с прогами Банили Если честно Кого с программой Банили Давали деньги Увести Я не знаю Как там у тебя С чем ты там Пользовался Зик Бобра Надо Я твой ник Хочу прочитать Усраться И прочитать Зик Бобра Лазик Плазик Что-то там Бобра У тебя там С ником Вот Не могу Сейчас Это Это как знаете Здесь на покердоме Был тип У него Ник лысый А читался Там что-то Жиба Побра И потом Какой-то Зоркий Тип Заметил И назвал Его лысым И мы тут Ты все И пони Что он лысый Вот В общем Покердом Они когда банят Если ботов Ловят То тогда Деньги не возвращают Если человек Там что-то То возвращают Деньги Так что На квасе Мы играем Мы только на квасе Ну и чё Чё Сколько денег У обезьяны Сколько денег У меня Кто здесь на квасе А здесь чё Тут вообще не пойму Обезьяна играет Или нет Чё здесь у него Всё время У этого Типа Спускается И Так Ну чё Нам надо этот турнир Ну чё Вот парни Поедем Да Ну Блядь Пацаны Это сраная подстава Сейчас была Да Ну чё Ну тут Хотите сказать Не надо было Мне коллировать Да надо было Конечно Коллировать Ой Ну мне вот этого Пересидеть Теперь Блин Отстой Да Вот отстой Но я сейчас буду пихать Ой Лишь бы не переехали Парни Пас И он сейчас скажет Что у меня бомбанул Из-за того Что он проиграл И всё Нет Всё нормально Парни Всё нормально Нам нужен Этот турнир Нужен Ты мне нужен Так Песня Какая-то там Вот эту Давайте подрубим Вот конец уже Ух ты Блин У меня жрать Вот реально хочу У меня же Сегодня жена Купила эти батончики Протеиновые Но мне не даёт Сама говорит Будет есть Представляете Какая наглая Вот Так что Сейчас мы На классе Здесь На классе На классе И будем Заканчивать Пламенькое Две пары Будем чекрейзить У нас ещё Гатшот И две пары Это хорошо Гатшот И две пары Это хорошо Всегда Ну давай Давай Кто-нибудь Кто-нибудь Дерзкий Пока У нас теперь Две пары Парни И стрит То есть Мы можем Кого-нибудь Зафриролить У кого просто Стрит И нам Фул доедет И шатанём Шатанём Дико Не Никто Не хочет С нами Связываться Обезьяну Тут начали Что-то Плавненько Запиливать Дверей Глазик Бобра Всё Ясно Вот теперь Мы поняли Глазик Бобра Вот Что за Ники Вот что за Ники Глазик Бобра Ну как Ты можешь Так Глазик Бобра Зашквар По-любому Какой-то Ну да Я не знаю Глазик Бобра Обычно Возвращают Деньги Все Покер Дом Я говорю Даже когда Блочили За программы Запрещённые Деньги Возвращают И до свидания Блин Пацаны Чё Вот здесь Что вы мне Посоветуете Ну Карапуз Сидит Ну чё Туз 7 Тут наверное Выкидывать Меня эти будут Крутить Сейчас Блин Прямо Желудок Уже Всё С последних Сил Но мы Как мужики Должны Этот Пройти Сателлит Этот Потому что Ну Потому что Просто Мы крутые Игроки Сто Пудово На бабушку Ак был Да Как неприятно Да Выкидывать Причём На свою Ну да Там у тебя Скорее всего Раз ты Ничего не мог Отослать Не скан Значит Ты там На кого-то Другого Замутил Ак Выиграл там Два турнира Сразу Парни 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 Какие же мы Всё-таки Бойцы С вами Но Вот честно Сейчас уже Прямо усталость Меня одолела Вот у нас Четыре часа Сюда Стрим идёт Довольно-таки Я вам говорил Что три часа Это уже Тяжело В кэш играть Вот Но у нас Сейчас два стола Всего в кэше Мы так Знаете У нас лайтовый Такой стрим Да уже Мы так чисто Здесь Ну всё Пацаны Поехали Всё или ничего Победа Или смерть Билет На турнир Или вылет Бесславный Как же я Кушать хочу Как же я Сейчас буду Парни Роллы Суши Надеюсь Меня жена Там оставила Всё не съела А то же Я доберусь Тогда до её Батончиков Протеиновых Если она Мне не оставила Ничего А моему сыну Баба с дедом Подарили Тысячу рублей У него выпускной Был в саду Ему подарили Тысячу Он приходит Ко мне Говорит Пап Мне Подарили Очень большую Деньгу Там Единичка И три нуля Говорит Мне сказали Что я могу Типа Говорит Я на это могу Много купить Теперь Я говорю Ярослав Ну тогда Что мы с тобой Тогда Надо идти Куражиться Говорю Поедем в гурман Я не знаю У вас в городах Есть там Маны А так Есть ещё Типа Более Там такая Вся Хавка Вкусная Гурман Говорю Поедем Тогда В гурман Говорю Ярослав Будем с тобой Там Врываться Куражиться Икру чёрную Икру красную Заморскую Баклажанную Будем покупать И он Жене моей Говорит Ну не хуже Медведя Ну да И он говорит Типа Мам Мы завтра С папой Едем В гурман Типа На мои деньги Там будем Стратить Она говорит Ярослав Ну ты там Особо не потратишь Это надо Чтоб папа С собой Ещё денег Взял Так что Да Я кстати Там когда Покупал Чёрную Икру В гурмане На новый год Покупал Чёрную Икру И Вот представляете Ну 5 тысяч Стоит Баночка Да Я купил А я был В куртке В такой Ну у меня Есть куртка Такая Типа Знаете Как вам Сказать Ну типа Дублёнка С мехами Там Все дела Вот А есть Ну такая Как просто Обычная Синтепоновая Как это Болоневая Синтепоновая Ну Зимняя И я вот В ней был В той куртке В обычной И Иду Такой С тележкой Банку Чёрной Икры Беру Положил Охранник Стоит И за мной Идёт Я думаю Короче Подходит Меня останавливает Говорит Молодой человек А вы знаете Что она Стоит 5 тысяч Рублей Вот И я Меня так Напряг Этот тип Я хотел сначала Сказать Прикололться Над ним Типа 5 тысяч А я думал 500 рублей Блин Ну ладно Не понесу В падлу Нести Просто Тогда куплю За 5 тысяч Хотел Так Ему Сказать Подло Нести Просто Мне Обратно Вот Я Говорю В итоге Да Да Знаю Это И Он Представляете Вот Просто Ходил За мной До конца Ходил За мной До конца И на кассе Вот Когда пробивали Всё Он вот так Вот стоял И смотрел Пробью ли я Эту икру Это Конечно Пипец Парни Это Жёстко Стремно Вот Меня Бесят Некоторые Магазины Этим Что Если Ты Не Супер Там Разнаряжен Как-то Да То Они Вот Начинают Там Что Там Дайдёшь В какой-нибудь Дорогой Магазин Одежды И ты Там Ну Просто Зашёл Туда А Они Там Должны Тебя Не Посмотрят Потому Что Ты Там Одет Они Считают Что Ты Не Можешь Себе Там Позволить Что-то Купить Блядь Да По Мне Так Пап Деп Не На Косарик Да Пап Деп Не На Косарик Ну Че У Нас Здесь Мы Сейчас Добьем Этот Турнир Сейчас Здесь Мы Кого-то На Классе Ой Пацаны Ну Не Совсем Плохая Доска Кстати Вы Знаете Тузов У Него Нету Скорее Всего Главное Чтоб Ситадам Не Был И Все И Тогда Он Наш Тузов Нету Он Зашел Под Три Бет Скорее Всего У Него Рядок Какой-то Если Он Там Адекватный Кузов Бон Четыре Бет Доска Плохо Скоординирована Очень Скорее Всего Там Ситадам Тогда Но С другой Стороны Нахрена Здесь Ситадам Крутить Парни Нахрена Здесь Ситадам Крутить Скажите Нахрена Ситадам Крутить Ну Ладно Не Будем Мы Сейчас Рисковать У нас Конец Уже Странный Розыгрыш Типа На такой Доске Крутить Так Серьезно Я не пойму Я не понимаю Просто Что там Можно Что там Можно Так Разыграть Но Это же Умом Россию Не понять Умом Анонимов Не понять Парни Ну что Вот она Наш Наш Билет В Армению Блять Пацаны Да что За херня Ну никак Мы не можем Здесь Никак Мы не можем Ну что Делать Че делать Парни В этого Будем Пихать А В него Уже Есть Там Кому Попихать Ну все Мы Здесь Сейчас Просто Переселим Ну тут На 1000 Надо было Доставить Как бы Это Анка Сыну Сыну Я понял Сыну Депнуть Не Ну сын Потом Мне будет У меня Кстати Вот жена Уже Спрашивает Говорит У сына Будут В школе Спрашивать Где Папа Работает Вот Что Сказать Представляете Вот Работа Ну не скажет Жена Что у меня Папа В покер Играет Тут Мне Обидно Стало Пацаны Обидно Стало Я Подумал Но Пришлось Сказать Что я Знаете Кто Типа Программист Мне пришлось Сказать Ну чтобы Сын Говорил Что я Программист Представляете Я не могу Даже Сказать Своё Любимое Дело Своё Чем Я занимаюсь Зарабатываю Потому что Блять Люди У нас Ни хрена Не поймут Потому что Люди Ни хрена Не поймут Что Папа В покер Играет Ты Дебил Папа Твой Дебил Так что Я Или я написал Что я рекламой Рекламой Что я занимаюсь Ну я Типа Знаете Рекламирую Я покер Дом Я же На контракте С ними Поэтому Типа Оказал Что рекламой В интернете Блять Ну это Пиздец Конечно Так Чё Пойдём Обезьяну На классе Переигрывать Парни Ой Сейчас Мы Обезьяну Зашатаем На классе Обезьяна Это номер Пятый Аноним У нас Ну Дело Половина Дела Сделано Парни Всё Обезьяна Успокоилась Ну и чё Как вы думаете Обезьяна Выкинет Здесь Тузов Или нет У нас Фулхаус Обезьяна Сейчас Я напишу На классе Сразу Ему Я сразу На классе Напишу Даже Не буду Конца Раздачи Ждать Лишь Лишь бы он Сейчас На малую Не дал Наверное Я спалился Да Пацаны Что я Когда так Уверенно Написал На классе Так Парни Здесь Решается Момент Смотрите Как здесь Этот турнир Не заканчивается Блин Это жесть Тут уже Просто Доезжает Типа Да Говорят Просто Сейчас Я Все-таки Этого Пацана Не Не Смотрите Чё Резак Я тут Выкинул Здесь Зайдем Он Без Позы Прибетил Поэтому Я думаю Что у него Там Плюс 200 Боинов А Да Обезьяна Там Это Ну Чё Мы Сейчас За Это Пятерку Ловим Блять Он Запихал В нос Аж Вот Это Он Псих Если Честно Он Псих А Все Парни Турнир Закончен И Мы Нажимаем Я Прошел Я Прошел Этот Сателлит Мой Папа Икру Пизин Папа Пока Все Короче Парни Я Заканчиваю Сейчас Мы Досиживаем Мы Тут Всем Натрескали Обезьяна Конечно У нас Последняя Раздача Подпортила Нам Пусть Фрилансер Вова Анабиоз Да Так Ну Че Ну Может Быть На Соте Дам Но Я Там Выкинул Плюс Евы Мастер Компьютерная Профессия Так Здесь У нас Все Здесь У нас Тоже Все Ну Че Пацаны Мы Сегодня Откатали С вами Удачно Удачно Откатали Мы С вами Четкие Пацаны Плюс Плюс 10 Ну Короче Получилось Плюс 10 тысяч И Сателлит За 120 долларов Мы прошли Ну Сам Турнир Вход У нас 120 долларов Так что Парни Мы Четкие Пацаны Мы Четкие Пацаны Хоть Учитывая Какое Начало Было У нас Там Под Минус 40 Наверное Тысяч Да Парни Я считаю Что Все Таки Стрим Прошел Очень Удачно Всем Спасибо За Просмотр Желаю Вам Как Всегда Удачи На столах И в жизни Подписывайтесь Кто не подписался Стримлю Я Через День То есть Следующий Стрим Будет Послезавтра Уже Буду От себя Тяну Творить А не От Байкерню Вот Так что До Новых Встреч Пока Пока